Женщина вдруг в ужасе обнаруживает, что она может слышать мысли своей дочери. Ты смерть, ты сама смерть. Вся твоя семья, это смерть. Но странно то, что Акушерка точно сказала, что дочь родилась мертвой. Неужели я что-то воображаю? Однако, прежде чем женщина успела понять, что происходит, она снова услышала, как младенец зовет ее мамой. Он даже сказал, что его почти задушили. Тогда женщина сразу же позвала повитуху. И велела им забрать ребенка. Но те начали уклоняться от этого. Они сказали, что причина смерти неизвестна. Боялись навредить госпоже. Их выражения, полные скрытых намерений, заставили женщину усомниться. Он поспешно велел своей личной служанке принести ребенка. И действительно, когда служанка выхватила ребенка, женщина обнаружила, что ее дочь не только не умерла, но и жива и здорова. Очень мела. Это ее очень разозлило. Он и подумать не мог. Неужели кто-то осмелился покушаться на свою дочь в доме? Разъяренный, он немедленно приказал схватить обоих и тщательно допросить. Но, к его удивлению, в следующую секунду дочь сказала ему, что истинный виновник – это ее собственный муж. Лжец, лжец. Папа, лжец. Он все время поминал маму и папу. Он ждал своего нового семейного члена в уголке, во дворе, чтобы родить ребенка. Оказывается, господин Хау давно завел себе наложницу. Чтобы ребенок его любовницы мог открыто вернуться в дом Хау. Он тайно приказал повитухе задушить младенца. Но он не ожидал, что младенец может говорить с рождения. И это разрушило его планы. А женщина, услышавшая о рождении дочери, некоторое время не могла с этим смириться. И сразу же приказала своей личной служанке проверить. Результат оказался таким, как и сказал маленький ребенок. Горничная увидела, как господин обнимает другую женщину. И даже что у него на руках младенец. И что они долгое время живут вместе. И называют себя супругами. Женщина, услышав это, была поражена. Она и в страшном сне. Представила себе, что тот, кто три дня и три ночи. Стоял перед ее дверью на коленях и клялся любить ее всю жизнь. Она узнала, что муж тайно содержал любовницу более десяти лет. В этот момент сердце женщины разрывалось от боли. Она поняла, что многолетняя любовь и доверие были лишь иллюзией. Видя, как мать страдает. Маленький ребенок был вынужден напомнить ей. Мама, перестань плакать. Под кривым деревом у твоего родительского дома спрятана гороскопическая запись нынешнего императора. Услышав это, женщина резко побледнела. Потому что нынешний император больше всего ненавидит колдовство и черную магию. Если в доме ее родители найдут гороскоп императора, то последствия будут невообразимыми. Чтобы спасти свою семью от беды, женщина немедленно написала кровью письмо. И приказала служанке немедленно отправиться в родительский дом. Затем заменить то, что находится под деревом, кровью письмом. Тем временем, Маркиз, проведший ночь вне дома, наконец вернулся в особняк. Он сослался на загруженность государственными делами. Поэтому задержался с визитом к ним, матери и дочери. Но женщина, которая уже все знала, не оказала ему теплого приема. Однако, чтобы не спугнуть птицу, женщина все же нарочно спросила Маркиза, какое имя он хочет дать дочери. Потому что она видела в его кабинете, что Маркиз уже тщательно выбрал два хороших имени. Но, к удивлению, после небольшого раздумья, просто сказал, что имя для дочери выбрано из-за того, что она родилась утром. И дал ей имя Луч-Жачао. Женщина почувствовала ледяной холод в сердце. Но она не ожидала, что дочь будет очень любить это имя. Мне нравится, когда меня называют Чичича. Мамочка, мамочка. Я хочу, чтобы меня звали Луч-Жача. Ради того, чтобы дочь была довольна этим именем. Женщина на этот раз уступила. А Маркиз, кажется, заметил необычное поведение своей жены. Он солгал, что в последнее время государственные дела очень загружены. И что в ближайшее время ему придется потрудиться, госпожа. Одновременно. Чтобы искупить свою вину перед дочерью. Он, скрипя сердце, подарил ей принадлежащий ему горный курорт с термальными источниками в качестве компенсации. Услышав это, женщина быстро притворилась, что велела дочери поблагодарить отца, сказав, что вокруг курорта, горячие источники, находятся сотни му земли. Это же огромные деньги. Граф же при этих словах почувствовал сильную боль в кошельке. Ведь он изначально хотел подарить только сам курорт. А Чжао Чжао, чтобы поблагодарить своего непутевого отца. Прямо на него помочилась. Увидев это, граф сразу же вернул Чжао Чжао женщине. Затем он быстро ушел отсюда. В это время ее личная служанка вернулась из родительского дома женщины. И действительно, она выкопала под деревом маленькую куколку. Когда женщина разглядела надпись на куколке, она совсем растерялась. Потому что надпись оказалась ее собственной. А в этом мире только ее мерзкий муж знал ее почерк, очевидно. Это дело не обошлось без его участия. Чтобы отомстить своему подлому мужу, женщина сначала велела служанке принести жаровню. Она быстро сожгла эту куклу. Затем она специально назначила банкет по случаю первого месяца своей дочери на 6 число 3 месяца. Она прекрасно знала, что ребенок, рожденный от любовницы, тоже будет праздновать на этот день. Как и ожидалось, когда князь узнал об этом, он сразу пришел. Он не только нашел оправдание, чтобы уклониться. Он все еще пытался обмануть женщину, чтобы отложить ее послеродовой праздник до 100-дневного торжества. Но женщина уже давно не была тем наивным кроликом. Она видела сквозь его лицемерную маску. Она даже предвидела, что он придет сюда. Поэтому специально пригласила принцессу на пир. Только это и заставило маркиза неохотно согласиться. Вскоре послеродовой праздник состоялся. Но когда все гости уже собрались, хозяин, маркиз, все никак не возвращался. Увидев это, великая принцесса мгновенно помрачнела лицом и заявила, что пойдет к старшему брату, императору, и все ему расскажет. Услышав это, старая госпожа торопливо велела слугам позвать его. Так они еще немного подождали. И маркиз наконец-то припичался в спешке. Хотя он лгал, что искал жемчужину для дочери. Из-за этого он немного задержался. Но малыш все прекрасно понимал. Жемчужина подарила Лу Цзинья о 12 ниток жемчуга. А мне, один обрез. Который никому не нужен. Мне он тоже не нужен. Хм. Разве моя дочь заслуживает только то, что никому не нужно? Хозяин Лу, постарайтесь получше. Наша маленькая Цзя Цзяо не оценит эти вещи. Мне нравится Цзя Цзяо. У меня с Цзя Цзяо сложились хорошие отношения. Если будет свободное время, приведите Цзя Цзяо в княжеский дворец на несколько дней. Подождем, когда потеплеет. Обязательно навестим. Его высочество, наследный принц, прибыл. Приветствуем его высочество, наследного принца. Приветствуем, ваше высочество. Ваше высочество, как вы сюда попали? Тетушка пришла на праздник по случаю месяца со дня рождения ребенка. Чэн Си как раз покинула дворец. Зашел, а, по пути посмотреть. Скоро увижу Цзяо Цзяо и расскажу все. Это же наследный принц. При его рождении произошли странные явления в небе. Наследный принц, который с рождения понимал многое. Только вот, увы, судьба его неблагосклонна. Ваше высочество, я слышу плач младенца. Подожди, не спеши засыпать. Ты говори. Что с вами, госпожа? Маленькая госпожа, наверное, устала. Сегодня случайно проходил мимо. Не принес подарка. Поэтому решил подарить этот предмет маленькой Чао-Чао. Как подарок по случаю праздника. Эх. От имени моей дочери благодарю, ваше высочество. Поехали. Цзяо Цзяо только что исполнился месяц. А вы так пышно все это устроили. Так вызывающе. Не боитесь ли вы сглазить его счастье? Цзяо Цзяо, единственная законная дочь в нашем знатном доме. И единственная внучка со стороны семьи Сюй. Законно рожденная дочь, как положено. Это же не какая-то грязная незаконно рожденная дочь. Что плохого в том, чтобы с размахом отметить месяц со дня рождения? Тебе, тетушка, я не упрекаю. Просто в доме Маркиза все так показно. Боюсь, его величеству это не понравится. Для трех старших братьев все было скромно. Только для Цзяо Цзяо, пышно. Но это всего лишь праздник первого месяца со дня рождения. У меня есть ключ. Сначала займусь этим. Хорошо. Госпожа, герцог вышел. Сегодня праздник по случаю полнолуния. Он не вернулся до сих пор. Наверное, он собирается успокоить свою возлюбленную. Герцог, возможно, действительно имеет важное дело. Мадам. Мадам, мадам. Семья Сюй в беде. Только что главнокомандующий золотой армии с людьми окружил дом Сюй. Ужесточили охрану. Никто не может войти или выйти. Говорят, что в семье Сюй скрывают беду. И в их доме нашли материалы для заговоров. Ничего. Найди. Нового упрямца. И следи поблизости. Обо всем докладывай мне немедленно. Чуть не. Совсем чуть не. К счастью. К счастью, нашли. Госпожа разузнала. Вчера ночью Цзинцзун перевернул дом семьи Сюй вверх дном. Под кривым деревом у двери девичьей спальни выкопали кровавую книгу. Сейчас старик Сюй стоит на коленях перед воротами императорской библиотеки, ожидая суда. Я внух вам, что происходит? Император получил донос. Говорят, что у вас под землей зарыты заговорщические вещи. Невозможно, абсолютно невозможно. Принято, принято. Что происходит? Старый наставник. Что еще ты можешь сказать? Иди к императору и объяснись. Схватить всех из семьи Сюй и бросить в тюрьму. Как это возможно? Пойдем, пойдем. Собачки, собачки, что же делать? Маркиз вернулся. Маркиз не вернулся всю ночь. Госпожа, госпожа из семьи Цзян прибыла. Крепко держит Цзян Цзяо. Госпожа, маленькая госпожа 40 дней. Как на дрожжах растет, такая пухленькая и милая. Улыбается всем. Какое торжество и радость. Это подарок, данный мне небесами. Сестра Сюй. Давно не виделись. Судьба брака наших детей, боюсь, будет отменена. Юн Цзинь, будучи дочерью главной линии семьи Цзян, не может выйти замуж за коллегу, который не человек и не дух. Этот брак. Ему давно следовало уйти. Разве он не бросился в воду ради Юн Цзиня? Юн Цзинь и не просила его спасать. Он сам прыгнул. Твоего коллегу оставь в покое. Не порть чужих дочерей. Совести нет, что ли? Матушка, скорее, скорее. Выйди замуж за моего старшего брата. Поведи его домой. Пусть старший брат посмотрит на старшего брата. А другие спят. И еще бьют моего старшего брата. Заставляют старшего брата лаять, как собака. Заставляют старшего брата пролезть под ногами. Как же мой старший брат несчастен. Сколько же бед выпало на долю этого ребенка. Сестричка Сюй. Мы все мужчины с несгибаемой волей. И служим при одном дворе. Похищение невесты не удалось. Но не стоит же из-за этого ссориться. Ах. Загрызу тебя. Наглый. Отказ от брака. Но это не значит, что Юн Цзинь отказывается от Ешу. Это Ешу отказывается от Юн Цзинь. Я перед миром не виноват. Не виноват перед кем бы то ни было. Вы, семья Цзинь, искупили мою вину. Камень на дне колодца не достоин стать женой Яньшу. Проводите ее. Госпожа велела вам отправить человека из Цзинь. Как вы вернулись, господин? Господин сказал, что старший сын спас девушку из семьи Цзинь. Неужели нельзя сначала попросить о помощи? Он еще сказал, что все живут как барин. Нельзя винить других. Госпожа, ваше величество, скорее зовите лекаря. Не нужно. Разве можно сравнивать? Я взяла меч моего брата и погубила свою репутацию. Разрубить его. Почему я его не разрубила? Я так зла. Рубить его. Рубить. Ах. Ах. Расколола. Расколола. Матушка, что нам делать с твоей дочерью? Госпожа, в городе пожар. На улице уже убивают людей. Сю. Иди, разузнай, чей дом поразила молния. Неужели это действительно молния, вызванная заклинаниями? Похоже, он действительно попал в эту ловушку. Мадам, в тюрьме все уже улажено. Старая госпожа пережила немного стресса. Я отправила ей лекарства. Ничего серьезного. Господин сказал, чтобы вы не волновались дома. Он все под контролем. Он пробудет в тюрьме несколько дней. Для семьи Сюета, возможно, и к лучшему. Они спокойны. Тогда и я спокоен. В северном городе, в районе Ампин, есть дом. Хозяин погиб от удара молнии. Есть ли информация о хозяине? Слышал, что хозяин отдал целое состояние за этот дом. А его жена, красавица и очаровательна. Только что вышла из послеродового периода. Их дочь и наша маленькая леди родились в один и тот же день, месяц и год. А еще есть старший сын. Слышала, он очень хорошо учится. Сколько лет старшему сыну госпожи? Семнадцать лет, ровесник нашего юного ученого. Как забавно. И этот молодой господин тоже носит фамилию Ло. Госпожа не обязательно является женой Маркиза. Я ради него. Разорвала связи с родней. Готовила ему еду и вела домашнее хозяйство. Пожертвовала многим. Заботилась о его младших братьях и сестрах в особняке. А он так со мной поступил. Госпожа, это не ваша вина. Это он виноват. Вам не следует портить себе здоровье из-за него. Его племяннику уже семнадцать лет. Семнадцать лет. Госпожа, это просто несправедливо. Боюсь, что он накажет именно Маркиза. Верно. Вчерашняя молния ударила очень кстати. Это лисичка девушка. Только что родила, а уже спешит за мужчинами. Прямо на кровати их и застали. Ее белое тело все в синяках. Когда соседи вошли. Эта лисица-соблазнительница закрывала лицо и кричала. По делам. Госпожа и господин вернулись во дворец. Сейчас они взяли дешан. Пройдите, пожалуйста. Возьмите чайча и идите посмотрите. Да. А, запах сжженной тыквы. Разве это не колдовство дядюшки Ася? А это разве не записи старого господина? А? Это мое. Сходи и принеси бражник. Не тревожь других. Лу Юань Цзэ. Это ты сделал, а? Юнь-нян, твой почерк прекрасен. Посмотри, как я напишу. Хорошо. Матушка, не бойся. Жа-жа тебе поможет. Жа-жа любит тебя. МММ. Я подниму знамя за свою мать. Посмотрим, кто посмеет стать ей врагом, матушка. Вперед. Это уже не просто вопрос любви. Они просто хотят убить мою семью. Юнь-нян, почему ты назначила праздник на 6 марта? Мать в последнее время плохо себя чувствует. А у меня в столице важное дело. Как мне кажется, лучше перенести праздник на 100 дней. Обманщик, обманщик. Отец хочет пойти на праздник по случаю первого месяца Лу Цзэ. Мать, не ведись на обман. Хоуэй давно не вернулся. Вернувшись, ты сразу же начал меня обвинять. Юнь-нян просто хотела помочь своему мужу. И специально пригласила старшую принцессу. Почему, судя по твоим словам, это я все испортила? Юнь-нян, как я могу тебя винить? Мы с тобой молодая пара. И все эти годы жили в мире и согласии. Ты лучше всех меня понимаешь. И ко мне наиболее внимателен. Так что 6 марта, господин, обязательно вернитесь. Старший брат тоже, возможно, успеет вернуться в столицу. Хорошо. В тот день я также устрою банкет по случаю первого месяца жизни Яа. Ай, поздравляю, поздравляю. Поздравляю, поздравляю. Ваше высочество, принцесса. МГМ. Невестка, ты уже послеродовой период закончила. Ванье скучала по тебе. Ванье не успела приехать на твои роды. Ванье очень переживала. Вы с заловкой такие близкие. Редко такое увидишь. Мать, помоги своей невестке встать. Это мое тело. Неужели ты в послеродовой период даже не осмеливаешься? Прийти навестить, боясь, что болезнь уже прошла? Тебе. Уже почти благоприятное время. Почему Маркиз все еще не вернулся? Подожди, пока я вернусь во дворец. Обязательно нужно серьезно поговорить с императорским братом. Сегодня такое важное дело. Только бы не опоздать к благоприятному времени для Сяачао. Наверное, заняты подготовкой к свадебному перу на честь рождения ребенка. Эй, господа. Вы так долго ждали. Сегодня моей дочери исполнился месяц. Специально нашли для нее южно-намьянский ночной жемчуг. Это же сокровище. Задержались немного. Поздравляю, господин Хаун. Приятного аппетита. Государь два года назад нашел одну. И подарил ее наследнику в качестве ночника. Естественно, она не сравнится с тем, что у императора, принцесса. Скорее принесите сюда маленькую госпожу. Ой. Эта девочка родилась лучше, чем предыдущие несколько. Кожа ее, словно снег. А волосы, как тушь. Эта красная родинка, она переносится. Просто небесный младенец, как статуя Гуаньин. Чжаача. Тебе понравилась жемчужина, которую отец тебе нашел? Жемчужина, 12 бусин из мяса, для луцзинья. А мне, обрезки. То, что не нужно другим. Мне тоже не нужно. Моя дочь заслуживает только того, что не нужно другим. Лорд Лу, вам стоит быть внимательнее. Наша маленькая Чжао Чжао. Не заинтересована в таких вещах. Я люблю Чжао Чжо. У нас в Чжао Чжао хорошее взаимопонимание. Если будет свободное время. Отведи Ся Чжао в принцессу. Пусть поживет там несколько дней. Мэ-мэ. Когда погода станет теплее. Обязательно зайду. Его высочество, Цаицзы. Приветствую его высочество, Цаицзы. Приветствую ваше высочество. Ваше высочество. Как вы здесь оказались? Я, нянюшка, пришла на праздник по случаю месяца со дня рождения. Чэн Си как раз покинула дворец. Зашла проведать по пути. Поспешите, покажите мне Цзо Цзо. Это же наследный принц. С рождения его отличает необычная судьба. Необычный наследный принц, рожденный под счастливой звездой. Жаль, что судьба неблагосклонна. Ваше высочество, я слышу плач младенца. Подожди, не спеши засыпать. Ты же еще не договорил, а? Что со мной? Маленькая госпожа, должно быть, устала. Сегодня я случайно проходил, а, мимо. И не принес, Лу, подарка. Тогда я подарю это маленькой Си Ажа. В качестве подарка на первый месяц жизни. От имени моей дочери благодарю ваше высочество. Си Ажа только исполнился месяц. А ты так пышно это отмечаешь. Так вызывающе. Не боишься, что это испортит ее удачу? Единственная законная дочь дома Маркиза Чжун Юн. И единственная внучка семьи Сюй со стороны дочери. Настоящая, законная дочь. А не какая-то грязная незаконно рожденная. Что такого в том, что мы с Помпой отметили ее месяц со дня рождения? Юйнянь, я не жалуюсь на тебя. Просто дом Маркиза устроил слишком пышное торжество. Боюсь, это может не понравиться его величеству. Первые три брата справляли скромно. Только для Цао Цао устроили пышное торжество. Всего лишь праздник по случаю первого месяца жизни. У меня есть ключи. Сначала займусь этим, хорошо? Госпожа и господин вышли. Сегодня праздник по случаю первого месяца жизни. Его нет уже целый день. Необходимо вернуться и успокоить любимого человека. Возможно, у господина Хао действительно есть ключ. Госпожа. Госпожа. В семье Сюй случилось несчастье. Только что командующий золотыми войсками окружил дом Сюй со своими людьми. Под строгим наблюдением. Никому не разрешено входить или выходить. Говорят, семья Сюй скрывает заговор. В резиденции хранятся предметы, указывающие на заговор. Адвокат. Найди упрямого человека, который будет следить за окрестностями. Обо всем немедленное докладывание. Чуть не. Совсем чуть-чуть. К счастью. К счастью, есть Жаа. Госпожа разузнала. Вчера ночью Цзин Цзунь перевернул дом семьи Сюй вверх дном. Под кривым деревом у двери спальни госпожи выкопали кровавую книгу. Сейчас старик Сюй стоит на коленях перед воротами императорской библиотеки, ожидая суда. Поаккуратнее сюда. Что? Что происходит? Я внух ван, хм. Что же все-таки происходит? Император получил донос. Что под вашим деревом зарыты заговорщические предметы? Невозможно, абсолютно невозможно. Нашли, нашли, нашли. Что это значит? Старый наставник. Что ты скажешь в свое оправдание? Иди и объяснись перед императором. Люди. Как это возможно, чтобы посадить под стражу весь клан Сюй? Идем, идем, наши собаки. У императора есть собаки. Что же делать? Вернулся ли маркиз? Маркиз не вернулся всю ночь. Госпожа, госпожа Цзян прибыла. Крепко держите Жаа же. Госпожа, маленькая мисс уже 40 дней. Она растет как на дрожжах, такая пухленькая и очаровательная. Улыбается всем. Настоящее счастье. Это подарок небес для меня. Сестра Сюй, давно не виделись. Боюсь, что брак наших детей придется отменить. Юньцзинь, будучи законной дочерью семьи Цзян. Как можно выйти замуж за такого неполноценного калеку? Этот брак. Давно следовало расторгнуть. Разве Юань Шула упала в воду не ради Юньцзиня? Юньцзинь же не просил ее спасать. Она сама прыгнула. Ваш калека не должен губить жизнь хороших девушек. Совести у вас нет. Матушка, скорее, скорее. После замужества за моего старшего брата. Она привела домой людей, чтобы старший брат увидел, как она спит с другими. И еще била моего старшего брата. И заставляла его лаять как собаку. И заставляла старшего брата ползать на четвереньках. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Цзинер, эта проклятая калека, сверлит нас взглядом. Что ты, калека, разорался? Я тебя взял в жены, это тебе в прошлой жизни повезло. Мразь. Сегодня этот калека повеселит нас. Калека, гавкника для барина. А? Пролезешь сюда, попробуй. Ты можешь не лаять. И не гавкать. Тогда я отрежу тебе треноги. Выбирай сам. Папа, не калечь моего младшего брата. Ох, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Как же мне жаль моего старшего брата. Сколько же страданий выпало на долю моего ребенка. Сестричка Сюй. Мы же все порядочные люди. Мужчина все еще служит при дворе. Неужели из-за неудавшейся попытки похитить жену нужно заводить вражду? А, убью тебя. Бессовестный. Отступление, это не отказ Цзян Юн Цзинь от планов Ян Шу. Отказ Ян Шу от планов Цзян Юн Цзинь. Мой сын поступает достойно перед всем поднебесным. Достойно перед кем угодно. Ваш род, семья Цзян, предал меня, ударив, когда я упал. Вы не достойны того, чтобы я вышла замуж за Ян Шу. Действительно, прощаю вас. Хм. Мэмэ. Госпожа, вам нужно сообщить в дом Цзян об отмене помолвки. Господин, почему вы вернулись таким образом? Госпожа, господин говорит, что раз старший господин спас девушку Цзян, то нельзя не отблагодарить его за доброту. Он еще сказал, что все живут как маменькины сынки. Нечего винить других. Госпожа. Ваше высокородие. Скорее зовите лекаря. Не нужно. Чуть не использовал плечо моего брата для своей славы. Разрубите его на куски. Почему бы и нет? Разрубите его. Доводит меня до белого коленя. До смерти меня довели. Руби его. Руби. 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 Рубим, рубим Матушка, а твоя дочка разве не молодец? Ой, госпожа Меня обуяла ярость Снаружи кричат, рубите Упрямый, узнай-ка, в чей дом молния ударила Неужели это правда, молния, притянутая заклинаниями Действительно попала в того несчастного? В тюрьме, где находится госпожа, все улажено Старая госпожа немного испугалась Я отнесла ей лекарства Ничего страшного Господин сказал, чтобы вы спокойно оставались дома Он все продумал Несколько дней в тюрьме Для сюрцзя может быть и к лучшему Они спокойны Я спокоен У госпожи есть дом в районе Пенинсен, на севере города Хозяин погиб Есть информация о хозяине Говорят, хозяин дома купил особняк за огромные деньги Его жена необычайно красива Она недавно родила Их дочь родилась в тот же день, месяц и год, что и наша маленькая госпожа И у них есть старший сын Говорят, он очень умен и хорошо учится Говорят У госпожи есть старший сын, которому 17 лет И с нашим господином ей той же года Забавно, не правда ли? Тот господин тоже носит фамилию Госпожа, нет Нет Это определенно господин Хау Я ради него Поссорилась со своей роднёй Он для него готовил и убирал Его родители заботились о младших братьях и сестре в доме Как он мог так поступить со мной? Ах, госпожа, это не ваша вина Это он виноват Вам не стоит расстраиваться и вредить своему здоровью Его единственный сын умер в возрасте 17 лет Госпожа, даже небо не может этого вынести Боюсь, он осудит именно Маркиза Верно И молния вчера ударила как раз вовремя Та лисичка только что родила И сразу же стала искать мужчин И как раз их обоих сразила на кровати Их белые тела обуглились Когда соседи вошли Та лиса, прикрывая лицо, визжит По делам ей Госпожа, господин вернулся во дворец и сейчас направился в зал дышания Просьба пройти туда Возьмите с собой Чжача и посмотрите Есть Ой, запах горелого Матушка Что случилось с господином Хау? Где его волосы? Его лишили волос, как будто призрак постриг Моя мать действительно умеет ранить в самое сердце Отлично сработано Лучше бы я подарил ей мобильный телефон, чем такую жену, как Хуар и ее мать В переулке Пинань пожар Я вошел, чтобы спасти людей Обжег голову Ничего Я уже подал доклад императору В последнее время отдыхал дома Забавно совпало Я слышала, что в переулке Пинянь кого-то ударила молнией Говорят, что мужчину и женщину молнией обожгло догола Ужасное зрелище Кто же это был, кого Маркиз спас от пожара? Тебе, женщине, не пристало Зачем это слушать? Раздетым быть на посмешище Прикрывая лицо, убегает Весь Пекин об этом говорит Я всего лишь услышала анекдот А ты хорошо заботься о Юйцзе в доме Юйцзе целый год трудится на поместье Редко отдыхает Какая от нее польза женщине, если она не может угодить мужу? В твой родительский дом тебе больше нельзя ходить Не дай бог, это может обернуться смертной казнью Что скажете, господин Хау? Эх Мне, конечно, жаль тестя, что он страдает Но император в ярости Уговорить его никто не сможет Сейчас я могу лишь изо всех сил сохранить дом Маркиза Кроме того Не слишком переживай из-за дела Яньшу Дело сделано Не стоит так же мешать девушке Цзян Мешать Какую выгоду получила семья Цзян, выйдя замуж за Маркиза? Чтобы помогать постороннему человеку и так попирать своего сына? Какую выгоду получила семья Цзян, выйдя замуж за Маркиза? Как ты можешь помогать чужому человеку так топтать собственного сына? Когда Яньшу прыгнул в воду, чтобы спасти его Он не крикнул о помощи Наоборот, он спрятался за искусственной горой Потил Яньшу Когда Яньшу был вытащен, он уже не дышал Едва не погиб Вот так он и стал таким, каким он есть Яньшу в свое время блистал богатством и красотой Весь Пекин им восхищался Господин, как вы можете такое говорить? Девочка упала в воду не специально И спряталась в пещере от страха Дело сделано Разве вы хотите, чтобы я поссорился с коллегами? Мне и так трудно в придворной жизни Разве ты не должен меня немного понять? Никто не может простить за моего сына Кто бы не хотел простить Пусть идет в тот пруд и попробует прожить так же Как мой сын Только тогда можно будет понять Кажется, в последнее время я ее охлаждал Сердился на нее Намеренно пытался привлечь ее внимание Хорошо Юйнян сказала, что не простит Тогда не прощай Не обращай внимания на них Оставайся здесь Если с матерью Хау и Неру не случилось ничего серьезного Я пойду Чжао Чжао голоден Не разрешаю больше контактировать с семьей Сюй Эй, он Ох, мамочки Юйнян чувствует себя нехорошо Помолчи немного Юйнян самая добродетельная Лучше всех знает меру Не нужно было тебя звать Теперь вот что получилось Произошла такая большая ссора Мой милый внучек, должно быть, испугался Матушка Старший господин все еще лежит в особняке А они Все еще думают о внешнем мире Шэнин Госпожа, из дворца пришли люди Разрешить тебе войти во дворец? Действительно поможешь мне умыться? Государыня, госпожа Покорнейше кланяюсь вашему величеству, государь Пожалуйста, позвольте госпоже взять перо и написать несколько иероглифов Вспоиссон Продолжение следует getan Помог vocation Продолжение следует Просто лишние ik Уiment ХМФ. Сюй Ши Юнь. Ваше Величество, Старый признает Сюй Ши Юня. Семья Сюй. Хорошо, 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 морская тишина и покой. Все явления в мире спокойны. Сюй Тайфу. Я ошибся, обвиняя тебя. Входите. Благодарю, Ваше Величество. Семья Сюй верно служила Северному Чао. Преданные и верные подданные. Даже дочь семьи отдала все во имя Северного Чао. Это то, что мы раскопали в семье Сюй. Видно, что тот, кто донес на семью Сюй, заслуживает смерти. Это Ши Юнь. Только почерк всех членов семьи Ши Юнь Хуэй. Мой отец, хотя и был женщиной. Но с детства получал наставления от родителей. Дети семьи Сюй считали своим долгом служить двору. Весь клан Сюй разделял эту веру. Мой отец жил во внутреннем дворе. И мог лишь молиться небесам о долголетии Вашего Величества. Простите за мою смелость. Достань то, что под деревом. Ложи туда эту кровью написанную записку. Взяв вещь, немедленно восстанови все. К счастью, я владею всей семьей. Записи я ни разу не упоминал Лю Юнь Цэ. К счастью, у меня есть дочь. Хорошо. Если бы не заменил куклу заранее. Сюй Ай Цэн, вы воспитали хорошую дочь и хорошего сына. Сунь, вся семья Сюй, достойные люди. Преданность Сюй Ай Цэна Северному Чао Небеса могут засвидетельствовать. Дарую Сюй Ай Цэну должность Шан Шу Лин. С этого дня приступает к обязанностям. Я, верно, не подведу Ваше Величество. Хотя семья Сюй, это в основном женщины из покоя. Но ее сердце принадлежит Бэй Чао. Пожалуйста, укажите повеление для трех жен. Спасибо, Ваше Величество. Папа, старший брат. Вы так пострадали. Ай. 18 лет прошло, и я за эти годы отвергала родных ради того, кто не заслуживал этого Ло Юань Цэ. 18 лет. Не плачь, ты только что родила. После того, как поплакала, глаза болят. Это и есть Чжао Чжао. А? Как же она хорошенькая. Ха-ха-хах, точно как я себе представляла дочь. Малышка за это время подросла. С тех пор, как я тайком лазила по стене, чтобы увидеть ее. Какая милая. Уже 40 дней, да? Дед и старший дядя. Действительно постарели. Все это мне причудилось. Развязка галлюцинации. Дед хотел убиться. Врезавшись в стену кабинета. Старший дядя взял на себя всю вину семьи. Казнь через обезглавливание на публике. Как хорошо, что дед и старший дядя живы. Дядя стал чиновником, ха-ха. Я собираюсь умереть, чтобы выразить свой протест. Никому об этом не сказал. Я услышал мысли маленькой Чжа Чжао. Только вот моя бабушка умирает. Она уже старенькая. Она все время сидит в тюрьме и думает об этом. Живет в постоянном страхе. Боюсь, я скоро не выдержу. Отец, твоя мать и предки все еще в тюрьме. Я сначала вызволю их. Угу, сестренка. Завтра я снова приду. Сегодня принцесса хочет увидеть Чжа Чжао. Поэтому тебе не нужно идти с нами за матерью. Я взял с собой лекаря. Вы немного подождите, пойдите с доктором. Младшая сестра подготовилась заранее. Неужели он тоже слышит ясные мысли? Я знаю, что ты и муж очень любите друг друга. У тебя нет детей. Сколько лет еще сможет ждать муж? Не нужно вещей. Поскорее возьмите ребенка. Он вернулся три дня назад. И я уже заскучала. Три дня. Позволь мне хорошенько посмотреть. Насколько же хороша эта девушка? У этого ребенка на лбу красная отметина. Но это всего лишь краска. Ваша императорская матушка. Как только что родившийся ребенок может иметь красное пятно? У этого ребенка с рождения на переносице. Было красное пятнышко. Тогда я, ваша служанка, была весьма удивлена. ММ, это красное пятнышко. На переносице. Оно придавало ему вид какой-то печали и сострадания. Какой же он очаровательный. Он родился у самой знатной женщины в мире. Ох, мое сердечко. Не пугай меня. Это императрица-мать. Не смей. Ах, ваше величество. Поосторожнее. Ничего страшного. С вашей рабыней все в порядке. Милое дитя, ты любишь меня? Угу. Ох, ох, ох. Посмотрите на его милое личико. Как он счастлив. Замечательно. В народе всегда говорили. Если ребенок плачет при виде старика, то старика непременно постигнет беда. А если ребенок радуется, то старик обязательно счастлив. Замечательно. Ты покорил сердце императрицы. Это и есть дочь из моего сна. Ты, успокойся. Подберем для зятя наложницу. Если она родит ребенка, то оставим ребенка, а мать уберем. И воспитаем его. Как родного. Ты все еще думаешь, что тетя не сможет родить? Родить детей так просто. Вернусь и буду нянчить твоих детей. Десять или восемь, всех тебе подарю. Боже мой. Когда Цао Цао сердится, она может поразить молнией. И даровать потомство. Ты говоришь, тетушка сможет родить? Мать и Цао Цао говорят, что ваш слуга сможет родить. Прошу мать дать мне еще три месяца. Если через три месяца я все еще не забеременею, тогда возьмите ему наложницу. Значит, через три месяца ты больше не сможешь отказываться. Тетушка, ты родила прекрасную дочь. Динь Сян. Цао Цао все еще ребенок. Я ничего не понимаю. Ты не должен воспринимать это всерьез. Царю не удавалось зачать ребенка за десять лет брака. Он обращался ко многим врачам. Если через три месяца не удастся забеременеть, что тогда будет с Цао Цао? Не беспокойтесь. Я все понимаю. Я все понимаю. Юнь Нян. Говорят, что господин Хау изначально купил восемнадцать светящихся жемчужин. Но только одна из них попала в руки Чжао Цао. Позаботьтесь о себе и о Чжоу Чжоу, хорошо? Если что-то случится, приходите в княжеский дворец к моей госпоже. Пусть ее высочество. Мадам и старый господин прислали письмо. С пожилой дамой все в порядке. Не волнуйтесь. Юнь Нян. Как же так получилось, что вся семья твоего тестя уже на свободе? Я только сегодня в обед. Договорилась с Туни Нян просить за них. В итоге, прошение еще не отправила. А они уже вышли. Что происходит? Государь неправильно понял, что семья Сюй помогла старшему брату получить повышение по службе. Неизвестно, кто из негодяев донес на семью Сюй. Под кривым деревом нашли вещи для колдовства. Да и чего там искать? Никаких костей там нет. Только патриотизм семьи Сюй. Там похоронено. Что там похоронено? Там похоронена преданность семьи Сюй и их готовность отдать все во имя государства. Мы должны благодарить информатора. Иначе, как бы семья Сюй добилась такого успеха? Глава семьи получил повышение до второго ранга. Даже быстрее, чем его отец. Похоже, семья Сюй снова начнет процветать. Хорошо, хорошо. Чуть не умерла от злости. Непослушный ребенок не пролил рис. Заслужил. Заслужил. Хи-хи-хи. Да, это поистине удача. И это еще не все. Наша госпожа удостоена высочайшей награды от его величества. Получила титул третьей степени. Завтра утром прибудет царский указ. Граф занимается делами в столице. И Юнь-нян не должна отставать. Наша Юнь-нян благородная и добродетельная жена. Высоких моральных качеств. Этот указ. Он тебе по заслугам. А я, твой муж, столько лет прослужил при дворе. И не удостоился такой высокой милости. Он завидует. Хе-хе. Тесть выше его по чину. Даже его жена выше его по статусу. Хе-хе. Он так завидует, что глаза аж покраснели. Как раз ему и положено, этот мерзкий мужчина, который живет за чужой счет. Родители вышли из тюрьмы. Старший брат ведет свои дела. Завтра я хочу вернуться домой. Ты можешь прийти поздравить. Чжоу-Чжоу. Служительница желает всю жизнь питаться и жить. И всю жизнь служить Чжа-Чжоу. Прошу только, чтобы Чжа-Чаоу даровала одного сына и полдочери. Если они будут хотя бы немного похожи на Чжа-Чаоу, это будет еще лучше. Мальчик, девочка. Или оба, и мальчик, и девочка, все равно. Все подходит, все подходит, я непривередлива. Ты всю жизнь делала добро. Подари тебе близнецов. Я наконец-то вернулась. Старшая сестра вернулась. Идем, идем, это же старшая сестра. Быстро, быстро, найдите старшую сестру. Непревзойденная награда. Спасибо, девушка Юнь. Меня до глубины души ранила кровь Чжоу и Мона, и я вот уже 10 с лишним лет не возвращалась в родительский дом. Поспеши, сообщи господину. Да, 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 садитесь, садитесь. Матушка. Ты, жестокая девчонка. Ты хочешь довести меня до смерти. Почему ты даже не подумала навестить меня? Хотя я и помешала тебе на твоей свадьбе. Ты же вот уже 13 лет меня ненавидишь. Этот ребенок тебе не помеха. Матушка. У тебя волосы посидели. Мама, не плачь. Мама, возвращение младшей сестры это радостное событие. Не стоит проливать слезы. Мама, я непослушная дочь. Дочка моя, ты неправа. Мать. Этот пирог из красной фасоли и куриный суп с женьшенем. С тех пор, как ты вышла замуж. 17 лет, в доме их не прекращали готовить. Я надеялась, что когда ты вернешься, ты всегда сможешь их поесть. Ты, ты впредь не должна капризничать. Юй-нянь узнала. Юй-нянь напрасно потратила все ваши старания. Юй-нянь поняла свою ошибку. Иди. Ешь, скорее. Давай, дай мне подержать ребенка, ой. Малыш. Ха-ха-ха. Эх, когда-то. Он стоял на коленях перед дверью три дня. А ты сидела в доме и голодала три дня. Все ради того, чтобы выйти за него замуж. Да, хорошо, что за эти годы он относился к тебе хорошо. Никогда не было наложницы. Лжец, лжец. Мой отец, лжец. Моя мать была им обманута. Мой отец воспитал племянника. Сын племянника и старший брат одногодки. Королева и я родились в один день, месяц и год. И это еще может привести к гибели всего рода Сюй. Род Сюй был истреблен. Лу Юан Цзэ содержал наложницу. Ты слышал. Тайные мысли Чао Чао, пожалуй, только мы можем услышать. Это, должно быть, небесный дар для семьи Сюй. Это ни в коем случае нельзя разглашать. Чао Чао, кажется, не такая, как все. Ребенок понимает. Отец, я хочу послать людей, чтобы они проверили, что было склятвое Лю Юаня о женитьбе на Юйнян. Если он действительно виновен перед ней. Я сделаю так, чтобы он жил хуже смерти. Хм. Как посмел обидеть мою дочь. Я заставлю его пожалеть о том, что родился на свет. Зять-то, важная персона. А семья Сю не стоит того, чтобы он сюда приезжал. С тех пор, как Юйнян вышла замуж, тесть. Запретил ему приезжать издалека. Зять неблагодарен. Ерунда. Это явный пример Пи-Юэй. Мать позволяет матери ближе быть к родителям жены, чем к ее родителям. Разве мать не разрешает ему выходить из дома? Подожди, и я тебя накажу. Родители. Старший брат, старшая невестка, я пойду домой. Приду к вам, когда освобожусь. Дети должны почаще навещать родителей. Я постараюсь. Юйнян, сегодня в столице возникли срочные дела. Возможно, понадобятся деньги. А если бы были какие-нибудь драгоценности, было бы еще лучше. Ах. Чжао-Чжао, иди сюда. Папа тебя обнимет. Медленнее. Доченька моя. Чжао-Чжао, папа обязательно постарается получить повышение. Чтобы ты потом в столице жила припеваючи, хорошо? Плохо, это выражение лица. У меня какое-то нехорошее предчувствие. Стану большим чиновником, помочусь тебе на голову. Посмотри на себя, какой ты красавец. Безжалостный и бесчестный мерзавец. Подлый и никчемный мужчина. Дай мне. Это ключ от кладовой Домалу. А ключ от личной кладовой я тебе не дам. Личный склад. Это приданное от моей семьи. Используя вещи моей семьи. Боюсь, господин Ху будет расстроен. Я назначил встречу с коллегой. Юйнян, иди домой. Иди домой. Возвращайся во дворец. Эй. Старшая дочь семьи Цзян вышла замуж. Подарок в красном конверте. Эй, это та самая девушка из семьи Цзян, которая была обручена с коллегой из семьи Лу? Иди, иди скорее. Сегодня моя госпожа обрела удачный союз. Нашла достойного жениха. Прошу, заходите. Поздравляю всех, кто пришел. Каждый получит. Поздравляю. 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 Пойдите посмотрите. Это она, госпожа. Не толкайтесь. Не толкайтесь. Всем хватит. Всем хватит. Этот коллега из семьи Лу, как он может быть достоин госпожи Цзян? Хорошо, что он коллега. Хорошо, что он коллега. Госпожа разузнала. Это Лу Цзинхуай, получивший степень сюцай в прошлом месяце. И сам маркиз сватал его, сказав, что это его дальний родственник. Он специально хочет отобрать у меня помощника моего сына. Он хочет вырвать у меня кусок плоти. Вырвать сердце, как у крота. Невероятно, что передали благородную ауру Яньшу побочному сыну. Матушка, не плачь. Матушка Чао-Чао любит тебя. Чао-Чао уложит тебя спать. Чао-Чао очень сильная. Чао-Чао невероятно сильная. Хорошо? Хорошо, что у меня есть Чао-Чао. Госпожа, госпожа. Молодой господин сказал, что не хочет встречаться. Тогда хорошо позаботьтесь о старшем господине. Да, госпожа. А где младший господин? Сегодня отдыхает. Младший господин, вероятно, читает книги. В тот день он плакал, просил учиться. С тех пор он всегда усердно учится. Сиаса собирается идти в уезд. Мой брат Сан сейчас делает хорошее дело. Дэнжи поймал его. Маленькая дрянная женщина. Почему ты так поспешно убегаешь? Бей! Бей, 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 бей. Кто ищет смерти? Осторожно, господин. Как долго ты играешь? Матушка. Это вина сына. Сын учился всего три дня. Юный господин, вы не правы. Вы слишком увлеклись игрой. Несносный. Мать, зная о твоем юном возрасте, никогда не вступала с тобой в споры. Но ты, в столь юном возрасте, уже пристрастился к азартным играм этой пагубной вещи. Как ты смеешь говорить? Кто тебя этому научил? Госпожа Циньюй. В тот день юный господин читал книги допоздна. Просто немного устал. Циньюй, оправдываясь расслаблением, позволил юному господину играть в азартные игры. Ты лжешь, так ли это? Юный господин знает, что это неправильно. Просто хотел предостеречь юного господина от этого. Циньюй связал меня. Простолюдин. Он был подарен старшей госпожой юному господину. Приведите сюда того, кого варит, и унесите его отсюда. Чжао Бинь, выпускник полицейской академии. Это госпожа, госпожа. Приказ от госпожи по всему дому. Пойти к воротам зала дышания и позвать Чжао Биня. Госпожа, пощади. Госпожа, уходи. Госпожа, матушка, послушай меня. Замолчи. Этот человек совсем не невиновен. С самого детства я была послана к третьему брату, чтобы стать его наложницей. Только для того, чтобы погубить его. Заставляла его играть в азартные игры. Заставляла его прогуливать уроки. Заставляла его оскорблять учителя. Подвергла третьего брата всеобщему осуждению. Ах, госпожа. Где старая госпожа? Ой. Я больше не позволю ни капли. Поднять ее наверх и казнить. Госпожа, госпожа. Госпожа, пощадите. Сегодня ты своими глазами увидела. Что значит быть низким и подлым? Госпожа, пощадите. Я больше никогда не осмелюсь. Какой ужасный шум. Это просто неприлично. Как госпожа Сюй управляет домом? Это все хуже и хуже. И что это за столичная леди? Оказывается, все не так уже хорошо. Старая госпожа, пощадите. Старая госпожа сказала, что это слуга молодого господина. Совершил ошибку, за что и был наказан всеми слугами дома. Этот молодой человек, похоже, вышел из Дешантана. Аа-а-а, ха-ха-ха. Больше никогда не осмелюсь. Прекрати, что ты творишь. Если он совершил ошибку, разве не следует казнить его? Так ли действует семейство с великой фамилией, игнорируя человеческую жизнь? Этого парня наказали. Он обманывал и скрывал правду. Повел брата Сяа играть в азартные игры. Свел брата Сяа на путь неверный. Он вышел из клиники Дешань. И мать тщательно его выбирала. Боюсь, он намеренно обманывал мать. Если не казнить его розгами. Взять пример Сцзин и Юн. Разве тогда не каждый сможет обманывать мать? Не знающие подумают, что бабушка специально портит внука. Старая госпожа, старая госпожа, это проклятая вещь. Подарок от Пэй Краткая Цзяо, наложница Лу Юань Цзяо. Иди домой. Ешь мой рис. И разбивай мои чашки. Если хочешь умереть, я не буду мешать. Юань Ба, продолжай бить. Это госпожа. Мама, не игнорируй меня. Это я, сын, сбился с пути и рассордил тебя. Вставай, встань. Это потому, что я недостаточно заботилась о тебе. Другие использовали это в своих интересах. Это не ошибка матери. Это потому, что у Юань Цзяо не было твердости. Это Юань Цзяо слишком баловался. Юань Цзяо, пользуясь родительской любовью, потерял чувство меры. Третий брат нерасторопен. Эх, отец его избаловал. Сын умный и сообразительный. А дети матери, или калеки, или разгильдяи. Не желают ничего добиваться. И еще его бросила невеста. Как же жить? Родители не смогут вечно быть твоей опорой. Ты должен научиться стараться и стремиться к большему. Мать в будущем будет полагаться на вас. Я обязательно буду стараться. Сестра обязательно говорит правду. Отец так плох. Я больше не могу причинять боль матери. Хочу быть опорой для матери. Сестренка, я так устала. Учеба так измотывает. Мне так тяжело. Хотя я и не училась. Но насколько же учеба может быть сложной? Сестренка, ты еще маленькая, ты не знаешь, что такое настоящая боль. Читать это очень и очень сложно. Самое сложное в мире дело. Я тебе сейчас почитаю немного. Гарантирую, что ты уснешь. Самое горькое в мире. Это чтение. В начале человек добр по природе. Природа людей схожа, но привычки различны. Далеко-далеко, да. Если не обучать с детства, то позднее обучение будет трудным. Важно с детства выбирать окружение, как Менму избирала место жительства для своего сына. Разве это не то, чему можно научиться, имея хоть немного ума? Третий брат такой глупый. Ладно, подожду, пока вырасту, и буду его содержать. Быть талисманом тоже неплохо. Слишком сильный стресс. Слишком больно. Я даже младшей сестре, которая прожила здесь два месяца, уступаю. Хм. Не смейся. Пойдешь, посмотришь. Что с Юансио? Это госпожа. Бессмыслица, этот мужчина, загадка. Мой мужчина не такой загадочный. Мне нужно все море. Сестренка, братик, как насчет сбежать, вместе поиграть? Братик, братик, братик. Дорогой третий брат. Пожалуйста, забери меня отсюда. Хорошо. Пахнет кровью. Иди скорее посмотри, что с моим старшим братом. А. Старший брат покончил с собой. Мать старшего брата, сестра, скорее сюда. Дурак, скорее, приложи платок к запястью. Старший брат, не умирай. Если ты умрешь, кто тогда поможет матери, поможет нам? А-а-а. Забыл, что у меня нет зубов. И-а-а. Какие ноги? А. Эй, что это еще такое? Что это? Черт, что это такое? Будда, наверное, помогает. Если Будда помогает, это и есть сокровище. Я хочу, чтобы Будда, Будда защитил тебя. Защитил тебя. Омыл мою кровь. Даже Яма не посмеет забрать тебя. Яма должен лично проводить тебя обратно. Что происходит? Кажется, тепло идет сверху вниз. Я уже давно ничего не чувствую. У меня, кажется, ноги чешутся. Старший брат, я Юансия. Твой третий брат. Когда я был маленьким, ты меня еще на руках носил. Я, я. Я пойду к матери, позову лекаря. Ты можешь присмотреть за Чаача. Это наша четвертая сестра. Она такая маленькая, совсем кроха. Мягкая и пушистая. Тебе она обязательно понравится. Не надо лекаря. Но твоя рана. Вау, мой старший брат такой красивый. Эх, жаль, вся семья обречена на гибель. Немного иностранного вмешательства, и еще и истребление рода. Жена. Жены. Второй брат погиб ужасной смертью. Третьего брата съели. Старшего брата будут мочить. Я не только ограбил. У меня еще и со слухом проблемы. Ха. К счастью. С этим у старшего брата я справлюсь. Что случилось? Все тело согрелось. Словно что-то питает и увлажняет тело. Как будто прибавилось немного сил. Все. Ха. Старший брат улыбнулся, улыбнулся. Ух ты, старший брат так красиво улыбается. Ах, не говори. Матушка, я больше не буду тебя беспокоить. Я справлюсь. Я защищу тех, кто мне дорог. Я отвечу этим подонкам. Наконец-то, небеса смилостивились. Мой Иисус. Жандарм. Не плачь. Чжаача обязательно вылечит ногу старшего брата. Чжаача вылечит. Заоза, моя дочка. Дар небес, посланный мне. Не ожидала, что когда-нибудь Вуэр будет обедать со мной. Ешь больше мяса, чтобы быстрее поправиться. Спасибо тебе. Мясо. Я не хочу мяса. Дай мне кусочек. Дай мне попробовать. Когда у тебя вырастут зубы. Мать каждый день готовит для тебя. Мать. О моем выздоровлении пока никому не говори. Я тоже так думаю. Ах, да. Тебе нравится Цзиацяо. Я буду каждый день просить Юансиа приносить его к тебе. Хорошо. Начиная с завтрашнего дня. Ты приходишь ко мне в дом каждый день после школы. Я буду тебе помогать с уроками. Юньнин, как ты можешь позволить матери видеть, как ты бьешь человека в зале Дэшан? Этот человек был подарен матерью. Почему ты не можешь дать матери немного уважения? Весь этот дом. После смерти отца все держится только на матери. Почему ты не можешь ее понять? Важнее будущее Юансиа или важнее сохранить лицо твоей матери? Впредь, кто посмеет тронуть моих детей? Я разорву того на части. Он как будто изменился. Но все эти 15 лет он беспрекословно мне подчинялся. В последнее время его характер стал странным. Наверняка он зол на меня за то, что я его забросила. Хочешь привлечь мое внимание? Мама в любом случае уже очень рассержена. Говорит, что если ты не увидишься с тещей, она заберет право управляющей. Но не переживай. Ты, случайно, не забыл? Я уже отдала тебе ключи от складу. Право управляющей. Кто хочет, тот и управляет. Ты нелогичен. Говорите, госпожа, не стесняйтесь. Пусть делают. Мать и сестра, молодцы. Гуани. Что случилось, невестка? Я не боролась за право управления домом. Мой брат силой навязал мне это. Я с детства наблюдала за тобой. Я хорошо знаю тебя как человека. Как я могу на тебя сердиться? Если он обидит тебя. Я перестану считать его своим старшим братом. Ведь я же самая заботливая племянница для невестки. Племянница не подходит. Я вот кто настоящая, непродуваемая племянница для матери. Мать, она продувается. За месяц до родов матери он и вовсе не приезжал в старый дом. Он уехал к своей наложнице, сидел там с ней после родов. Попробуй еще раз узнать о нравах нового первого государственного экзаменатора Геулина. Матушка. Хотя Геулин и талантлив. Он ей не пара. Ваньин заслуживает лучшего. А вдруг, если она выйдет за него, в будущем ты обязательно пожалеешь. Если я сама его вырастила, разве я могу ему навредить? А что, если ты его вырастила? Вдруг он не твой родной сын? Ты, наверное, все еще злишься из-за того, что помолвку с Яньшу отменили. И не хочешь видеть его счастливым. Мать. Если ты так думаешь обо мне, то я больше не буду вмешиваться в свадебные дела Ваны. Хм. Все перевернулось с ног на голову. Он думает, что без него ничего не получится. Хм. Госпожа. Свадьба мисс Вань и Чуан Юаня состоится через три месяца. Разве не так было договорено? В будущем ему будет трудно. Как и в будущем нельзя будет так поступать на улице. Какие же они все дураки. Моя мама каждый день балует меня. Думает, что моя мама недовольна этой свадьбой. Ха-ха, моя мама каждую ночь просыпается от смеха во сне. А. Мадам, маленькая госпожа начала издавать звуки. Я просто не расслышал, что она говорит. А, да, как ты умен. Госпожа, принцесса, принесла весть. Говорит, говорит, что беременна. Неужели? Будьте благословенны, боги. Будьте благословенны, боги. Скорее, пошлите свадебный подарок. Моя Ча-чао способна видеть прошлое и будущее всего сущего. Он точно не лжет. Лу Ваньи, Лу Ваньи. Ты же веришь своей невестке? В прошлый раз, дело с новым Хуань Гуанем. Невестка просила меня разузнать. У его матери, в поместье Сингачуан, в деревне, была законная жена. В прошлом году ее избил до смерти Дай Шэншэн. В прошлой жизни ты пытался отговорить Лу Ваньи. Он не слушается и еще ненавидит тебя. Потом он поцарапал мать в лицо. Штуковина. Ты ведь влюбилась. Заловка. Заловка, ты разузнала? Разузнала. Но говорят, что это новый первый по успеваемости на государственном экзамене. В детстве я тоже была обещана в таком же браке. Только вот этой невесте повезло меньше. Она умерла в прошлом году. Но в деревне говорят, что новый Хунцзин имеет скверный характер. Он постоянно бил и ругал своих невесток. Может, нам все-таки лучше отказаться? Мужской характер — это же мужественность. Да и к тому же, эта невеста не обладала ни красотой, ни происхождением. Она не может удержать мужчину. Это ее неспособность. Она сама виновата. Мужчина бьет женщину. Значит, она совершила ошибку. Эта женщина не может удержать мужчину. Это никогда не было проблемой мужчины. Может, еще посмотрим. Талант и должность этого мужчины не являются главными. Главное — его характер. Все равно, я выйду за него замуж. Я последую примеру матери. Заловка не согласна. А мать обязательно согласится. Хм. Ага, попала в цветочную яму. Попала в цветочную яму. Эй, ты передал письмо во дворец? Передал, передал. Отлично. Принцесса ждет ребенка. Передала известие. Первая пришла к нам домой. Вторая только в дворец пошла. А, да. Принцесса также сказала, что хочет отправить большой подарок молодой мисс в знак благодарности. Мадам, а почему принцесса хочет отправить большой подарок молодой мисс? У старшей принцессы и Чжа-Чжао какая-то связь. Об этом нельзя никому говорить. Угу. Ах, да. Сколько месяцев беременна старшая принцесса? Хм, если считать точно. Сегодня как раз три месяца. Три месяца. Три месяца назад. Принцесса спросила у Чжао-Чжао, не хочет ли она ребенка. Чжао-Чжао согласилась. И в итоге она действительно забеременела. Ах. Моя Чжао-Чжао. Завтра я возьму тебя в город, купим украшения. Я хочу дать моему маленькому ангелу самые лучшие и самые большие. Хорошо, госпожа, что вы так рассуждаете. Я боялась, что вы будете использовать средства казны, чтобы помочь им. Яншу хочет выдать замуж свою дочь за этого незаконно рожденного сына слуги. И еще хочет использовать мои средства казны, чтобы содержать этого незаконно рожденного сына. Замечтался, не так ли? Мастер, как здесь забрать товар? Господа покупатели там. Хм. Ох, добро пожаловать, госпожи. Как раз пришла новая партия детских товаров. Госпожи, прошу вас. Старшая сестра. Проходите, старшая сестра. Ах. Это проклятие. Проклятие. Это племянница главной героини. Это болезнь моего отца, да? Говоря об этом, эти две дамы действительно судьбоносно связаны. Возраст этих младенцев почти одинаков, не так ли? Так это та девочка, о которой Чжао Чжао говорила, что она была моим ребенком в прошлой жизни. У этого младенца на себе, Цзиньпинь Ань, не так ли? Цзиньпинь Ань из храма Хуга Го требует легкого постукивания по тысячеступенчатой лестнице. Каждый шаг нужно постукивать, чтобы получить его благословение. Это девочка. Она с рождения была слаба. К счастью. Муж ее очень любил. И вот, она вымолила этот план спасения. Эта госпожа поистине счастливица. А мой сын. Он так хорошо учится. В 10 лет он уже стал сиатцаем. Ему 17. В следующем году он будет сдавать сяньше. Ведь это же родная дочь министра юстиции. Несколько дней назад я слышала, что ее помолвили с гениальным юношей Луцзинхуаем. Эта девушка Цзян просто невероятно везучая. Слышала, в детстве у нее был договоренный брак. Но ее жениху не повезло. Он стал инвалидом. Прикован к постели. Даже справлять нужду ему помогают. Хорошая девушка, конечно же, должна быть с хорошим мужчиной. Как же можно сочетаться с таким инвалидом? Госпожа, у меня к вам вопрос. Что за дело? Ваши слова несколько оскорбительны. Но это касается вашего достоинства и чести. Поэтому я вынуждена вас остановить. Прошу вас, госпожа, откуда у вас эта заколка у виска? Ха. Мой муж подарил это. Это предмет, который передается его семье из поколения в поколение. Как же так, что жена губернатора Чжу Юнхоу не может себе позволить даже такую вещь? Вот это действительно странно. Как это мои свадебные подарки оказались на твоей голове? Чьи свадебные подарки? Но судья запретил подавать в суд. Лу Юань Цзы, иди сюда. Какие большие замыслы. Ешь мое. Носи мое. Еще и забираешь мое преданное, а потом указываешь на мою задницу. Сегодня я с тебя кожу сдеру. Это заколка, семейная реликвия моего мужа. Он лично подарил ее мне. Какие у тебя доказательства, чтобы утверждать, что это твое? Как ты можешь без оснований очернять меня? Доказательства. Эту заколку я лично рисовал в 15-м году. Сам приказал изготовить ее. В этом мире не может быть второй такой заколки. Чертеж все еще у меня в доме. Хочешь посмотреть? Ты, наверное, никогда не смотрел на нее внимательно. Это заколка. Символ моей любви секунд. Внутри заколки выгравированы наши с мужем имена. Такой нежной любовью. Не правда ли? Что? Правда. В доме есть дела. Кто сообщил? Мой господин пришел. Жена, ты тоже здесь? Сэр, это я сообщила о деле. Это заколка, что на голове у госпожи. Была частью приданного моей госпожи. Непонятно, как она оказалась на голове этой госпожи. Это госпожа, мать Луцзинхуая, гениального юноши из столицы. Неужели она воровка? У меня нет головы. Что вы кричите? Это ужасно. Ах, да что же это такое? Это правда заколка миссис Лу. На ней написано имя миссис Лу. Мать гениального молодого человека оказывается воришкой. Действительно, нельзя судить о человеке по внешности. Я не крала. Я правда не крала. Хорошо, ты не крала. Как бы ты могла быть на моей голове, если не украла мои вещи? Ты говоришь, что не украла. Так пусть твой муж выйдет и столкнется с этим лицом к лицу. Слышала, что несколько дней назад талантливый молодой человек и семья Цзян заключили обручение и преподнесли много подарков. Неужели и эти подарки тоже украдены? Бедная женщина. Пойдем со мной. Жена Чжунь Юн Хау. Это недоразумение. Тогда я пойду с господином и все объясню лично. И я пойду с господином. Пойдем. Немедленно возвращайся во дворец и принеси чертеж заколки. И опись приданого. Соединись с Дэн Чжи, госпожа. Госпожа. Эта старая госпожа позвала тебя. И дверь закрыта. Это же специально, чтобы тебя затруднить. Чего боишься? Госпожа. Старая госпожа сейчас спит после обеда. Устали, госпожа. Подождите немного. В школе принеси стул. Да. Госпожа. Старая госпожа проснулась. Матушка. Сегодня ты повздорила с кем-то снаружи. Ты невестка дома, Хау. Представляешь лицо нашего дома, Хау. Слыхала? Ты еще и мать Лу Цзинхуая в тюрьму отправила. Матушка. Новости у тебя точны. Информация, это всего лишь мелочи. Кто посмел приносить новости и нарушать покой матери? Этот Лу Цзинхуай, которого называют самым вероятным кандидатом на трижды победу в экзаменах, гениальный молодой человек. Вы отправили его мать в тюрьму. Разве это не подмочило репутацию этого ребенка? Вы тоже мать. Как можно быть такой жестокой? Слова матери совсем нелепы. На голове его матери, мое преданное. Он вор. Что с того, что этот вор украл вещи и попал в тюрьму? Я уже отправила в магистрат опись моего преданного через герцога. Слышу, пропало немало вещей. Нелепость. Такие дела следует решать в частном порядке. Зачем быть таким безжалостным? Этот ребенок, выдающийся человек. Зачем ты наживаешь себе врагов? Мать, ты не знаешь, насколько это ценно. Когда я выходила замуж, старший брат и мои родители опустошили свои сбережения, чтобы помочь мне. Это очень ценно. Эх, я даже не знаю, что сказать. Если я присвою это себе. Мой брат, человек вспыльчивый. Боюсь, в будущем это еще больше ухудшит отношения с господином Лу. Этот свадебный преданное распространится. Боюсь, в этом доме завелся вор. Вот как раз и вычислим этого вора. Госпожа, из зала добродетели прислали человека с сообщением. Говорят, вора поймали. Госпожа Циньюй не ошиблась. Старая госпожа действительно подставила Циньюй. Хозяин дома тоже вернулся. Сейчас обсуждают преданное для поиска мужа. Госпожа боится, что им придется продать все, что у них есть. Так им и надо. Не правда ли? Э, старая госпожа распорядилась этим. Продали, продали. Быстро покроем убыток. Хорошо. Зятся, о, все еще в тюрьме. У Цзинь я глаза опухли от слез. Цзинь Хуа тоже ничего не может сказать. Если в этот раз дело не уладится хорошо, то это сильно повлияет на Цзинь Хуай. Моя личная сокровищница уже продана до последней вещи. Магазины тоже выставлены на продажу. Черт возьми, это ядовитая женщина Цзинь. Госпожа, маленькая госпожа использует только что прорезавшийся молочный зубик, как ложку для чистки яблок. Слюнки текут, ой. Госпожа. Госпожа, это же старший господин. Что случилось? Старший господин поправился. Может писать. Старший господин послал своего слугу спросить у госпожи, где обычно хранятся книги и рукописи. Разве они не все в кабинете в Миндэйуане? А в кабинете ничего нет. Конечно, нет. Все документы давно уже передали Лу Цзинь Хуа. Лу Цзинь Хуа списывал статьи у старшего брата. Даже десятилетний Чжоу Сюзай украл у старшего брата. Проклятый Тян Зай, подделка. Лу Юань Цзинь Хуа, ты скотина. Ты выглядишь прекрасно. Юань Ба, вернись и скажи старшему господину. Хм, я попрошу Дэнчи поехать в дом Сюй и найти старого учителя. Пусть он принесет ему книги. Заботься о старшем господине, как обычно. Если что-то случится, сразу сообщи. Есть, госпожа. Моя госпожа так красива. Не правда ли? Наша маленькая мисс выглядит как фея. Госпожа, госпожа и господин пришли. Мы идем к дядюшке и тетушке. Пойдем. Мэ-мэ. Чао-чао, хочешь увидеть дядюшку? Чао-чао, хочешь увидеть тетушку? Это специально для Чао-чао, тетушка попросила кого-то напечатать. Там же еще и имя Чао-чао. Рада, рада. Как же я рада, цзинь-цзы. Я разбогатила. Я была неправа, оказывается, Чао-чао жадина. В следующий раз я подарю Чао-чао денег. Моя жадная до денег дочка. Государь направил меня в Линьло управлять водными ресурсами. Боюсь, что смогу вернуться только после Нового года. В Пекине будь осторожен, Лю Юаньцзе. Старший брат грубоват в выражениях. Но ты должен быть очень осторожен. Старший брат, не беспокойся. Сестра все понимает. Старший брат, будь осторожен. Чжао-чао. Дядя уезжает в Линьло. Ты не хочешь ничего сказать? Хаос и наводнение. Разве это не ключ к тому, что дядю разорвал Санмин? Ах, дядя. Ты должен остерегаться Донг Цзямина. Он тебе навредит. Донг Цзямин — это опасно. Я запомнил этого человека. Ты пришел правильно. Мать. Вы хотите, чтобы я привел невестку? Есть какие-то дела? Есть дела, которые нужно обсудить с вами. Письмо пришло от старого дома. У дальнего родственника беда. У него есть ребенок, примерно того же возраста, что и Чжао-чжао. Он спрашивает, можем ли мы оказать помощь? Высокая температура не спадает. Я действительно беспокоюсь, оставляя его снаружи. Жуаян под опекой госпожи Сюй. Сможет получить и состояние госпожи Сюй. И ее доверие. И я смогу часто навещать свое сокровище. В нашем доме нет детей, ровесников Чжао-чао. Стоит найти Чжао-чао-компаньона. Тогда из Чжао-чао внесем в родословную. Ты будешь воспитывать их, как близнецов. Три брата Чжао-чао никуда не годятся. Ей нужна сестра. Чтобы у нее была подруга. Мать, у меня уже есть одна. Зачем Чжао-чао еще одна дочь? К тому же, ее родители умерли. Все. Вся семья, включая бабушку, дядю или старшего брата, тоже умерла. Сю Ши Юнь, ты ведь родом из уважаемой семьи. Семья Сюй обучила тебя так говорить. Мать, ты просишь меня удочерить ребенка. Мне нужно разобраться в ситуации. В семье больше никого нет. Мать, это не то, что невестка не может терпеть. Он боится, что этот ребенок – проклятие для отца и матери. Не важно, что невестка молода, она не как датси. Но вы, мать, в этом не виноваты. Если ты не хочешь, я не буду тебя заставлять. Хорошо, мать, тогда я пойду. Подожди. Свадьба Ваны скоро состоится. И заставляете меня, старуху, все делать. Зачем же тогда семья Лу взяла тебя в жены? Мать, я столько лет ждала этого момента. В Пекине. Кто не знает. Даже если говорить об этом до бесконечности. Невестка я – это точно. Более того, как вы можете говорить, что стареете. Вы еще можете рожать в таком возрасте. В вашем возрасте другие уже бабушками стали. Вы еще можете дочку родить. Вы совсем не старая. Как будто Сиши Звездочка в последнее время сильно изменилась. Как будто насмехается надо мной. Матушка, это Ваньи, действительно ваша родная дочь? Я могу ее иногда баловать, но не более того. Но подготовка к свадьбе потребует жертвы от матери. Чтобы избежать сплетен. Вам же известно, что весь Пекин знает. Я не согласна. Свадьба и луваньи. Я займусь этим, разве я дура? Супруга, теща и невестка вернулись домой. Старая госпожа просит тебя вернуться. Мгм. Пойдемте вместе. Пойдем. Вау, злая женщина, которую бьет мужчина, скоро умоется. Желаю вам долгой и счастливой жизни. Мать. Невеста, к счастью, тогда ты не послушалась меня. Алин, какой замечательный мужчина. А ты говоришь, что недостойна его. Мешаешь ей выйти замуж. Спрашиваешь меня, когда я успела обидеть госпожу Хау. Ваньи хоть и не моя родная дочь. Но я сама ее воспитала, всему научила. Как родная. Его баловали с детства. Характер избалованный. Боюсь, он пожалеет. Поэтому я немного его остановила. Не парай ему. Это полные слухи. Весь Джин Дун знает, как я ее люблю. Только взглянув на него, смазанного маслом, она уже хочет за него замуж. Как я мог не приехать. Ха-ха, сейчас рад. Посмотрим потом, пожалеешь ли ты. Бай инь, лан чуан юань, давай. Убей его. Убей его. Убей его. Невестка. Я не то чтобы. Старший брат. Как давно он не возвращался. Может быть, тебе тоже стоит задуматься. Может, я сам виноват? Мужчина должен заниматься большими делами. Что такого, если женщина немного пострадает? Да, да. В следующий раз, если тебя изобьют, тоже задумайся над этим. Подумай, почему тебя избили. Ваньи права. Только не плачь и не приходи жаловаться. Называй ее императрицей. Ой, как мило. Юнь нян. Чжа Чжао еще не умеет говорить. Та девочка уже давно говорит. Конечно, она умеет говорить. Она – современный человек. Она пришла из 2000 года. Если бы не он, использующий современные знания, чтобы помочь Чжа Дею. Как бы семья Сюй оказалась в такой беде? Какая девушка? Я – дочь коллеги. Ей всего семь месяцев, а она уже что-то говорит. Такая умная, прямо как взрослый. Давай, обнимай папу. Давай, улыбайся. Чжао-чжао. Зови папу. Эта девочка выглядит намного лучше, чем Цзинья. Цзинья такая глупая. Все из-за того, что Сюй Шича выделил слишком много приданого. Из-за этого у меня не осталось денег на ее содержание. Зови папу. Зови меня папой. Зови папочка. Я твой отец. Ты зовешь меня отцом. Ха-ха-ха-ха. Сядь, Жень. Чжа-чао еще мал. Что ты с ребенком споришь? С тех пор, как родилась Чжа-чао. Сколько времени мы не спали вместе. Чжа-чао смотрит. Девочка слишком ранимая. Липнет ко мне. Ха-хау ему больше не спит один, не одиноко. Ой, Юнь-нян. Что ты говоришь? Как я могу чувствовать себя одинокой? Тем более, в моих глазах только ты. Не терпит других, просто. Хау-е. Неужели у тебя не хватает денег? Если не хватает денег, обязательно скажи, Юнь-нян. Мы с тобой одна семья, в доме. Если нет денег, то есть и мое преданное. Хау-цзей ест рис Юнь-нян. А Юнь-нян довольна. Не стоит тратить деньги из частного фонда Юнь-нян, пусть она потратит их сама. Я еще не дошел до того, чтобы жить за счет преданного женщины. Кстати, потом попроси Ян-шу подтвердить. Пусть скажет, что Ян-шу сам добровольно отказался, потому что боялся тянуть за собой Цзян-гоу. Отказался по собственной воле. А то сейчас ходят слухи, что Луцзинь-хуай отнял Уян-шу невесту. Как это гадко звучит. Не стоит разрушать чужую репутацию. Ведь в конце концов, этот ребенок – будущий гений, который трижды подряд сдаст императорский экзамен. Хунь-янь, разве ты не из-за этого пришла? Хочешь, чтобы дядя Е выступил свидетелем? Его бросила невеста. Его отвергли. И ты все еще хочешь, чтобы он был свидетелем? Ты посыпаешь соль на рану моего дяди Е. Юй-нян. Янь-шу уже инвалид. Так что немного унижений. Что это такое? К тому же он все время дома. Никуда не выходит. И ничего не слышит. А вот Луцзинь-хуай, я видела его в расцвете сил, красавец-мужчина. Потом трижды подряд выиграл на императорских экзаменах. Он явно не пропадет. Нам все же следует заключить хороший брак. Никто не сможет подняться надо мной. У Луцзинь-хуана были контакты с Циан Юнцзинь до того, как она расторгла помолвку. Кто знает, не были ли они тайно вместе. У них давно все было. Вундеркинд. Триумфатор экзаменов. Но это всего лишь подлый негодяй. Он думает, что я свидетельствую, что он видит сны. Что ты не сешь? Мне кажется, ты с ума сошел. Юннин, когда ты стала такой мелочной, так не способной принять других, где та большая дорога, где та добродетель и порядочность. Это просто невозможно. Ах, госпожа. Вы в порядке? Встаньте. Госпожа. Господин Хау. Господин Хау, как вы смеете так поступать? Все эти годы вы хранили письма Луцзиньхуая. И теперь вернули их вместе со старыми письмами. Смеешь ударить меня? Цанцы. Отрублю руки. Отрублю руки. Изрежу лицо. Изрежу лицо. Брат, уходим. Господин. 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 Не трогай меня. Господин. У вас так много крови на лице. Господин. Сичжи, ты уже обдумал. Он осознал свою ошибку? Сегодня 15 августа. Неужели он снова будет настаивать, чтобы я вернулась домой, поела с ним и любовала Луной? Нет. Госпожа Хау. Он каждый день выводит мисс на улицу. Покупает украшения и вкусную еду. И еще участвовал в местном празднике Хризантем. Вообще не спросил у господина Хау. Значит, не задумался. Давай оставим его в покое, пусть еще подумает. Ся, что? Ся, что? Ся, что? Ся, что? Приехали отец и бабушка. Попросили тебя прийти, есть важное дело. Приехали. Старшая тетя действительно переборщила. Тщетно госпожа учила ее 10 лет. Она даже послала кого-то передать вам сообщение. Говорит вам. Как может мужчина без причины избить женщину? Очевидно, что женщина ошиблась. Сестра, признай свою ошибку. Это не страшно. Женщине, если нужно, стоит склонить голову. Действительно, сердце волка, печень собаки. Ты относишься к нему, как к родной дочери. А старая госпожа знает об этом? Как же не знает? Сначала слухи дошли до старой госпожи, а потом в слушающий ветер. Я вот думаю. Старая госпожа тоже хочет, чтобы ты задумалась. Брат Джерри больше не сможет получать удары. Драться. 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 Малыш просто обожает смотреть представления. Я тоже с нетерпением жду. Трудно. Но есть надежда. На все есть надежда. Гигант. Сходи на склад и возьми 10 тысяч лянов серебра. От имени Циа Циа организовать помощь пострадавшим от стихийного бедствия. Слышал? Внинло наводнение. Много пострадавших обосновались за городскими стенами. Пусть это будет добрым делом. Госпожа объявила амнистию. Госпожа. Хозяин все еще не вернулся во дворец. Старая госпожа час назад под предлогом молитвы ушла из дома. Я тоже был на ярмарке. Ладно, не хочешь возвращаться? Не возвращайся. Нам как раз будет спокойнее встретить праздник. Лю Юй Цзэ. Раньше я любил тебя. Ты не вернешься. Я давно уже в страхе размышляю. Смиренно умоляю тебя. Но сейчас ты все еще хочешь меня подавлять? Он что, мечтает о несбыточном? Я бы его съел живьем. Разорвал бы на куски. Понимаешь, мне давно уже не нужна его искренность. Мне нужно уйти с детьми, целыми и невредимыми. Проводите госпожу отдохнуть. Не беспокойте. Она спит, как младенец. Не пойду, не пойду. Мне нравится старший брат. Давай. Я тоже хочу спать старшим братом. Ты позволь Юан Сиа и Ча-Чао пойти в мою комнату отдохнуть. Хорошо. Госпожа императрица, поторопитесь. Хм, только следи за ними, хорошо? Будьте осторожны. Проливается вода. Течет вода. Течет вода. Старший господин там. Вода. Быстрее. Госпожа Чжа-Чжин. Госпожа. 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 Его высочество Чжао. Его высочество не может спуститься. Нельзя спускаться. Быстрее. Быстро, в монастырь лысых буддистов, тушить пожар. Не прыгай. Не прыгай. Черт, черт. Все проклятые. А. Станция Чжао-Чжао. Что ты делаешь, обманывая людей? Не бойся. Чжа-Чжао. Брат Чженца пришел. Не бойся. Что происходит? Кажется, когда я приблизился к Чжа-Чжао, ощущение жара вокруг меня постепенно исчезло. Похоже, появился холодок. А дождь? Где дождь? Если дождь не пойдет, я перейду улицу. А. А. Куплю туфли, ай да иной. Такой сильный дождь. Странно. На ясном небе же говорили, что в ближайшие полмесяца дождя не будет. А. Ваше высочество, ваше высочество. С вами все в порядке? Раба пришла слишком поздно. Простите, госпожа. Яньшу, что с тобой? Я. Яньшу. Скорее, лекари, осмотрите его высочество. Сначала посмотрим на старшего господина из рода Лу. Ваше высочество, это вы. Хм. Странно, старший господин Лу изначально был калекой. Кровь высохла. Но теперь... Доктор, дядя Е, как дела? Госпожа, старший господин вне опасности. Просто вдохнула слишком много дыма. Плюс сильное нервное напряжение. И потеряла сознание. Через пару дней отдыха она полностью восстановится. Спасибо, лекарь. Матушка, помоги ей вернуться в комнату. Лекарь, идите с ней. Есть. Не бойся. Чао-чао. Мы в безопасности. Этот маленький главный герой все-таки хороший человек. А вот как он стал жертвой фаворита главной героини. Ужасно. Говорит, что любит, чтобы захватить мир. Из-за него в северном Чао царит разруха. Говорит, что любит, чтобы захватить северное Чао. Чао-чао, говори что-нибудь послушное. Батхисаттва Гуаньи благословит. Спасибо, Ваше Высочество, за спасение моих детей. Молодой господин Лу и Чао-чао в отличном состоянии. Три дня отдыха в честь середины осени. Герцог настолько занят, что даже не вернулся в герцогский дворец. Если бы я опоздала хоть на минуту. Боюсь, все семь дочерей герцога погибли бы в огне. Я благодарю его высочество, принца, за спасение моей жизни. Господин Лу, береги себя. Юйнян. Пожар, это не то, чего я хотела. В ближайшее время я вернусь в особняк Хао. Хорошо позаботьтесь о вас, мать и дочь. Странно, ведь договаривались сжечь цинфонюань. Почему же загорелся Миндэ и он? Госпожа, поджигателя поймали. Это Си из кухни внутреннего двора. Он сказал, что эта госпожа его наказала. Он затаил обиду. Сын того младшего дяди был Лакейн Луцзиньхуа. Сжег моего старшего брата. Дело о его плагиате так и осталось безнаказанным. Доказав невиновность Миндэ, уменьшили количество обвинений. Где живет Яньшу? Старший господин живет по соседству с госпожой. Позаботься отца Оцио. Я схожу посмотрю на Яньшу. Угу. Дядя Е. Как он мог быть таким жестоким? Ведь вы его родная плоть и кровь. Мать. Мы ни в коем случае не должны были трогать Цао Цо. Они просто хотят сломить Цао Цо. Растоптать душу матери. Тогда подруга, Люцзинья. Ты, ты тоже услышишь Цао Цо. Мать, мы должны хранить молчание. Защитить Цао Цо. Что касается их. Чем больше они чего-то боятся. Чем больше мы должны разрушить. Мало того. Мы должны выйти сухими из воды. Айдайной. Ловят. Ловят. Что сэргал? Спасите меня, господин чиновник. Что это такое? Что сделал мой юный слуга? Поступило заявление из дома Хау. Юный слуга Цао Цао приказал поджечь дом. Дом Хао сгорел. Старший господин. Мы его заберем для допроса. Тогда я буду допрашивать Цао Цао. Надеюсь на его сотрудничество. Не может быть. Этот Лю обязательно будет сотрудничать. Руку и увезти. Эй, смотри. Увезли, да? Эй, слышал, этот Лю Яньшу. Раньше у него была невеста. И именно ради того, чтобы спасти свою невесту, которая утонула. Он и стал инвалидом. Ох, этот Лу Цзин Хуай. Я сразу подумал о той девушке, которая упала в воду. А еще я слышал. Что стиль письма Лу Цзин Хуая очень похож на стиль Лу Цзин Шу. А ведь они оба носят фамилию Лу. Очень вероятно. Эй, нас это не касается. Пошли, пошли, это не наше дело, не наше дело. Проходите. ТССС. Почему ты снова пошла к властям? Хозяйка знатного дома Маркиза. Постоянно впутывается в подобные истории, поднимая шум. Как ты думаешь, хорошая ли будет репутация у нашего дома Маркиза? Чжа Чжао и Аньшу не пострадали. Поспеши отменить все. Матушка, ваши слова смешны. Кто-то поджег дом Маркиза. Предав моих детей смерти. Почему нельзя обратиться в суд? Неужели этот пожар устроила мать? Ты, Юйнян. Что ты говоришь? Яньшу и Чжа Чжа, потомки рода Маркизов. Как ты можешь подозревать мать? Разве это не ранит сердце матери? Неужели ты не извинишься? Давайте обсудим суть дела. Я всего лишь говорю с человеком по-человечески. Господин Маркиз, вы только что сами сказали, что Яньшу и Чжа Чжао кровянушки дома Маркиза. Их дом подожгли злоумышленники. Скажите, могу ли я обратиться в органы? Конечно, можно обратиться в суд. Но почему ты схватил слугу Люцзиньхуа? Юйнян, я знаю, что ребенок, твоя плоть и кровь. Но мы не можем же несправедливо обвинить невиновного. Конечно, мы выяснили, что сын младшего дяди Сиасы, слуга Люцзиньхуа. Так почему он же к Яншу? Говорят, что его личность неизвестна. Он всегда жил с матерью, отдельно от других. Возможно, он незаконно рожденный сын кого-то влиятельного из Пекина. Интересно, какой высокопоставленный чиновник ослеп и допустил такую ошибку. Родив такого негодяя. Хватит. Хм. Чуть не пришлось снова кого-то просить перехватить его на дороге и спасти. А ведь он в хороших отношениях с Лебушилангом и господином Чэнь. Так что, неудивительно, что у него есть покровители. Удалось скрыть это столько лет. Лебушилан. Госпожа и ее слуга взяли всю вину на себя и арестованы. Но Люцзиньхуай услышал, что кто-то сидит в тюрьме. Старший господин Нифцзиньду. Нам стоит обратиться к великой принцессе. Хм. Госпожа, вы действительно невероятны. Я немедленно займусь этим. Ах, помогите. Голова болит. Кто так жалобно кричит? Пойди посмотри. Это же главная хозяйка дома Хау. Какие-то пустяки ее волнуют. Так ли тебя учила семья Сюй? Жена снаружи подралась. Говорят, на севере города ловят изменников. Говорят, один из чиновников содержал любовницу. И сейчас ловят ее любовника. Бой идет очень ожесточенно. Последние новости о жене. Ее племянник. У него есть сын и дочь. Сын, его зовут Луцзинхуай. Знаменитый, гениальный юноша. Сейчас лицо Луцзинхуая, наверное, все избито. А дочери месяцев 7-8. Так кого же избили, говоришь? В северном городе, мирно. Как женщина. Нет, это лисица-соблазнительница. Кажется, племянник министра обрядов. Ребенку всего 8 месяцев. А ругался он, как взрослый. Обзывал госпожу Чень, мерзкой женщиной. Госпожу Чень это так разозлила, что она дала ему пощечину. Я схожу, посмотрю. Я схожу, посмотрю. Эй, мать. Не марайте свои глаза этим грязным делом. Вы же старая госпожа из дома, Хау. Как вы можете заниматься такими грязными делами? Это дело не требует стыда. Рожать детей от чужих мужчин. Что интересного в таких людях? Отпустите меня. Я посмотрю. Ваше высочество, потише. Ай, дай, ной. Смотрим, смотрим. Возьмите меня. Возьмите меня. Возьмите меня посмотреть. Если не возьмете, я закончу стрим. Я буду сердиться. Подлая. Хм. Выйди ко мне. Подлая девчонка. Мужчина, вбиваешь, прямо мне на голову лезешь. Угу. Люди, посмотрите. Посмотрите, как. Это старая, проклятая псина. Дома, я для нее пашу, как лошадь. Служить свекрови и свекру. А она хороша. Вышла замуж, чтобы я содержал ее любовника. И наслаждается жизнью. Она еще. И еще ты, Люцзин Хуай. Ее внебрачный сын. Незаконно рожденная крыса, которую нельзя показывать людям. Даже ты смеешь называть себя гением. Хм. Фу, нахал. Повернись. Покажись всем. Тебе же нравится это ощущение, когда тебя окружают восхищенные люди, как звезду. Двое вас, поверните ему голову. Пусть все посмотрят на его мерзкое лицо. Золотое кольцо. Хорошо бьет. Отлично. Бей. 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 Дерутся так, что он и родного отца не узнает. Сорвали с него одежду. Подлый, мерзкий муж. Бессовестная мерзавка. Сорвали с него одежду. Неудивительно, что его в прошлый раз молнией ударило. Даже небеса не выносят таких внешних дел. Без меня. Без меня, без меня. Внешние дела господина Чена не обходятся. И без меня. Тьфу. Для тебя. Быть раздетой. Это как поесть. Домашняя еда. Это так легко. Ты говоришь, что ты не из внешних дел. Тогда скажи всем нам, кто твой муж. Скажи. Это ты. Говори. Что случилось? Говори же. Не можешь сказать, да? С первого взгляда видно, что он чужак. Крыса. Нелюбящая свет. И ты посмел выставляться на показ? Смешно. Вы двое. Сломайте ему ноги. Пусть все увидят, насколько крепки его кости. Нравится. И ты, маленькая стерва. Снимите с него одежду. Вытащите его на площадь. Пусть все, старые и молодые, посмотрят. Эй, вставай. Не останавливайтесь. Кто это? Кто такое зло творит? Зло. Ребенок-то ни в чем не виноват. Я говорю. Бабушка. Это не та захолустная деревенская дорога, как у тебя. Хауцзе. Вы, похоже, действительно человек, который бережет женщин. Так что? Неужели у вас с этой маленькой шлюшкой тоже что-то было? Безумие. Говорит госпожа Чинь. Здесь явно какое-то недоразумение. Недоразумение. Хм. Все смотрят. Посмотри внимательно. Что это? Этот дом, где живет эта маленькая стерва, записан на имя моего мужа. Его незаконно рожденный сын учится в Академии Цзинхон. Рекомендации моего мужа. Даже его лакей. Несколько дней назад заплатил за убийство. Поджег дома Маркиза. Пыталась убить старшего сына Лу. Но это мой муж его вызвалил. Ты смеешь говорить, что это недоразумение? Говорю же, господин Лу. У вас, должно быть, сердце из камня. Его чуть не убили, а вы все еще защищаете убийцу. Вы покровительствуете убийцы. Это уже доказанный факт. Что касается вас двоих, между вами ничего нет. Спросите всех присутствующих, кто вам поверит. Просто нет никаких отношений. Кто же так заступается? Да. Да кто же поверит? Глаза народа зорки. Разойдитесь, разойдитесь. Ой, госпожа, госпожа. Недоразумение, недоразумение. Это все недоразумения. Ты, сука. Какое недоразумение, а? Что ты на него смотришь? Твоя жена здесь. Жена, я с госпожой Пэй не имею ничего общего. Тебе вообще не стыдно. Никаких связей. Никакого отношения. Этот дом записан на тебя. Никакого отношения. Ты бы так не старался, не бежал сломя голову, не махал бы мечом. Ладно. Чэнь Юй Лянь, ты. Ты, черт возьми, изворачиваешься передо мной. Ты совсем ослеп. За тобой, ты мне изменяешь снаружи. И еще наделала бед. Нет. Нет, это не я. Ты врешь. Нет. Да кто ты, черт возьми. Это дура. Даже помогает другим прикрываться. Иди домой, иди домой. Старый хрыч ты. Каждый день только и делаешь, что злишь меня. У меня уже от твоих слов морщины, как две дырки. Эх, и опять мне за тобой все убирать и разгребать. Маленькая стерва. Бери, считай, что это я от имени нашего господина тебя награждаю. Награждаю твое тело, чтобы ты отдохнула. Ну, пошли. Я же не такая несправедливая. Ой, господин. Разве ты не просто игрушка для развлечений? Если хочешь немного поработать с насельщицей, вернись и стань наложницей, вот и все. Зачем же воровать на виду? Все же смотрят. Как же это все плохо закончится. Хватит смеяться. Жена, вот я. Тебе неудобно. Посмотрим, как я тебя дома разберу. Иди. Иди. Иди, 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 иди. Пойду налью поесть. Ладно. Мать. Сзиньхуа. Бэй. Лучше всего вам все-таки пойти и посмотреть на господина Ланга. Лучше всего вам все-таки пойти и посмотреть на господина Ланга. Что это? Мэ-мэ. Это ведь проделки того внебрачного ребенка снаружи. Лучзинья в это время сидела на площади. Привлекая бесчисленное множество птиц, прилетевших из Пекина. Окружавших ее в небесах. Создавая удивительное зрелище. Сейчас он хочет сделать все, чтобы не опозорить свою мать. Кажется, он приложил все свои силы. Ха-ха-ха. Госпожа, эти бесчисленные птицы в небе. Неужели даже небеса должны помогать этим подонкам? Хватит. Не говори больше. Жене стало тяжело на душе, услышав это. Пойдем, спустимся, посмотрим. Не пойдем. Хорошо, значит, послушаем Чжао-Чжао. Не пойдем. Этот малый, боюсь, опять кого-то разыграет. Пусть идет дождь, пусть идет дождь, пусть идет дождь. Лиан-Глиан весь день счастлив. Госпожа, все же вы умеете рожать. Этот старший сын, гений. А дочь тоже очень способная. Если бы я сказал. Это талисман северной династии. Да-да-да. Стать талисманом северной династии, это и счастье для Цзинья. Мать, вторая жена поможет тебе. Отец и мать, настоящая любовь. Нелюбимый, вот кто на самом деле третья жена. Иди, принеси удачу, иди. Эй. В небе столько птиц. Всех птиц на свете. Да-да-да. У меня есть умный сын. И дочь, посланная небесами. Ха-ха, чего же мне бояться? Брат Цзиньхуай, кажется, младшую сестру приметил тот господин. Цзиньхуай готов взлететь на крыльях ветра. Цзиньхуай желает лишь быть опорой для сестры. И не желает видеть сестру под влиянием попутного ветра. Вся жизнь в этом. Какой хитрый план. Снег пошел, снег пошел. Эй. Дождь пошел. Что это такое? Что за запах? Эй, подождите-ка. Это не рыба. Это же воняет, птичий помет. Это птичий помет, который упал вниз. Ты, этот безумный иностранец, просто дерьмо. Мы пришли сюда страдать. Действительно, все эти иностранцы – негодяи. Вы – свора проклятых богов. Быстро бегите. И это отродье иностранца тоже никуда не годится. Синья, умри. Четвертый император, быстрее. Ты что, со мной враждуешь? Ты нарочно заставил меня посмотреть на это чудо? В результате я оказался с головой в навозе. С тобой я не закончил. Ты подожди, убегай быстрее. Ты подожди. Ты мне глаза замазал. Я ничего не вижу, проклятая жена. Ха-ха-ха. Это божья милость. Отомстили за нашу госпожу. Ха-ха-ха. Мя-ши-юй. Это, пожалуй, станет посмешищем всего северного Чао. Не сбежит. Это дело рук Чао-Чао. Чтобы отомстить за меня. Радуй меня, радуй. Ты действительно моя дорогая, заботливая дочка. Ха-ха-ха. Я подбросила в птичник остатки еды слабительным. И оставила все как есть. Хи-хи. Как там старший брат? Я только что услышала, что в Линло большое наводнение. Плотина прорвана. Грозит большая беда. К тому же жители Линло по природе своей настроены против чужаков. Старший брат – уроженец столицы. Его могут преследовать местные жители. Но не беспокойся. У меня есть знакомый. Служащий в Линло. По имени Дон Цзямин. Если у старшего брата есть нужда. Пусть он поменяет его. Мэ-мэ. Завтра я отправлю письмо старшему брату. Мэ-мэ. Донг Цзямин. Разве это не тот, кто, как говорила Чжао Чжао, навредил старшему брату? Юнь-нянь, как я скучаю по тем дням, когда мы вместе наслаждались ароматом вечернего чая. Да. В день нашей свадьбы. Мы под луной клялись друг другу. Если кто-либо из нас нарушит клятву. То умрет недоброй смертью. Люй-лан. Ты обманешь меня. Конечно, нет. Если я обману тебя. То непременно умру недоброй смертью. Лу-юан-цзэ. Тогда тебе придется это вытерпеть. Посмотрим, как ты умрешь. А. Господин Хау. Только что почувствовал от тебя ужасный запах. От тебя пахнет, как от дерьма. Возможно, сегодня на улице тебя обгадила птица. Хау-е тоже обманули те иностранцы. Люди в этом мире такие глупые. Он даже может выходить и изменять. Выходить и воровать мужчин. Как же тогда может произойти чудо? Ох, теперь я весь в птичьем помете. Вероятно, так и есть. Даже боги не могут на это смотреть. Родители. Не следует говорить так резко. Как вы можете, господин, говорить такие вещи? Я законная жена. Какая законная жена? Любит наложницу. Но если честно, его любовница тоже довольно способная. Ей удалось скрывать это много лет. Наверняка, это какая-то подлая, гнусная штуковина. Только жаль. Этот Лу-цзиньхуай оказывается незаконно рожденным сыном. Кстати, Лу-цзиньхуай действительно обладает некоторыми способностями. В каком бы доме ни оказался такой сын, он обязательно прославит свой род. Юй-нянь. Если бы такой мужчина достался тебе во владении, ты бы согласилась. Господин, зачем так унижать наложницу? У меня есть и сын, и дочь. Даже если Ян-шу был лишен должности, он все равно не сравним с этим незаконно рожденным сыном, которого стыдно показывать людям. Господин, вы можете меня не любить, но не можете оскорблять меня. Герой не спрашивает о происхождении, не так ли? Сын преступника едва ли может считаться героем. Я же пошутил. У меня есть ты и четверо детей, родители мои довольны. У господина Ху слишком сильный запах. Тогда я приду к Юй-нян в другой раз. Юй-нян, хорошо, отдохни. Отнесите это письмо, старая госпожа. С помощью каналов семьи Сюй. Поторопитесь и доставьте это в руки господина. Отпустите письмо, госпожа. Сестра, я пришла, принесла тебе чайник молока. Принесла пеленку. Принесла сменную одежду. Будь счастлива. Братик пришел меня дразнить. И еще принес мою любимую холщовую сумку, чтобы ловить меня. Братик лучший. Правда? Да-да-да. Иди, иди скорее. А то Дэнчжу придет ко мне. Пойдем, скорее иди. Сестренка, сегодня было весело. В следующий раз брат снова украдет тебя, чтобы повезти на прогулку. Хорошо? Хорошо. Ах. Эх. Дэн, возьми маленькую мисс на руки. Лу-Юан-Сио. Ты что, съел смелость льва? Как ты осмелился украсть сестру и увезти ее в академию? Я смотрю, ты совсем распоясался. Заставил тебя тайком вывезти сестру. Заставил тебя так переживать. Ха-ха, матушка. Я так счастлив. Счастлив даже после побоев. Матушка. Я совершил ошибку, а ты гналась за мной, чтобы избить. У меня даже появилось чувство счастья. Видя, как мама так сильно. Я так рада. Мама, моя мама. Я думаю о том, сколько ты терпела обид, когда я ничего не знала. Мне так больно. Не думай, что на этом. Дело кончено. Иди, преклони колени перед алтарем предков. Без моего разрешения не смей выходить. Матушка, не сердись на брата. Чжао-чжао так хочет выйти. Госпожа, третий молодой господин тоже любит сестру. Или я встану на колени. Я буду слушаться матушку. Госпожа, старая госпожа еще с утра говорили, что пойдут в храм. Госпожа и Леба. И Лиса, И Лиса. Сменить отца, сменить отца. Госпожа и молодая госпожа тайно радуются. Ждите. У меня трое сыновей и дочь. Это издревле. Женщины, вернувшиеся в родительский дом после развода, не забирали с собой детей. Сейчас у Лу Юньчжэ недостаточно козырей. Мне нужно хорошенько все обдумать. Ждем подходящего момента. Госпожа, успокойтесь. Теперь старший и третий господа взялись за дело. Вы с сыновьями едины духом. Обязательно найдете выход. Я верю, что такой день настанет. Пошел снег. Посмотрите на нашу маленькую госпожу. Как куколка с лубочной картинки. Очень красивая. Наша маленькая госпожа. Ходить сначала раньше, чем все три брата. Маленькая госпожа и второй господин вернулись. Я помогу вам пройти, хорошо? Сама пойду. Идем быстрее, быстрее, быстрее. Хочу посмотреть самую сильную любовь в истории. Пойдем. Ты что, книги читаешь, как собака в огороде? Ты же обручен. Зачем ты сейчас привел девушку домой? Ты бьешь свою невесту по лицу. Сын жесток, Квань Нин. И этот брак не по желанию сына. Сын хочет найти человека, с которым взаимная любовь. Он хочет жить, как Дин Дин, в счастливом браке. А не быть с незнакомцем, с которым соблюдают вежливость. Не злитесь, ваше высочество. Помедленнее. Дэн отвел маленькую мисс в комнату. Нет, я останусь с тобой. Раньше семья Вэнь жила прямо рядом с нами. Ты с детства вместе с Вэнь Нин вырос. А теперь говоришь, что незнакомы. Я знаю, что Вэнь Нин родная сестра. Матушка, убей меня. Я не могу жениться на Вэнь Нин. Я упал со скалы. И Цин Цин принесла меня на спине и спасла. Цин Цин с детства сирота. И еще содержит сына. Ее репутация уже испорчена. Она больше не сможет выйти замуж за другого. У тебя высокая температура, которая не спадает. Цин Цин может спасти тебя только так. Сусян Ся. Я буду нести ответственность за тебя. Спасибо тебе за спасение. Мой сын не человек, который предал бы доверие. Если бы он не спас тебя. Мальчишка давно бы нашел тебя. Твоя одежда не из дешевых. На твоем поясе висит ешмовая подвеска, стоящая тысячу лян. Как ты можешь быть уверена, что он не спрятал тебя ради твоих денег? Жена, зачем так унижать меня? Цин Цин, хоть и родом из бедной семьи. Но все же человек с достоинством. Если бы не просьба старшего брата Юэ. Я бы и не поехала в столицу. Цин Цин встретила старшего брата Юэ. Это уже величайшее счастье в моей жизни. Я не стремлюсь выйти замуж за старшего брата Юэ. Я и старший брат Юэ будем счастливы всю жизнь. Матушка, Цин Цин, если ты уйдешь. Сын пошел с ним. Я врезался в стену, спонтанное решение. Вы же должны были оставить просьбу, правда? В стену, в стену. Влюбился, потерял голову. Смотри, влюбленный врезается в стену. Кто злорадствует? Откуда он знает, что я хочу врезаться в стену? Почему я не повернулась? Матушка, кто это? Разве это не голос в его голове? Только что, только что. Это были его мысли. Это твой второй брат. Это твоя сестра. Зао, Зао, Зао. Зао, я твой старший брат. Дурачок. Только дурачок не может быть моим старшим братом. Ой, а, любовная горячка, заразно, что ли? Юэ, ты упала со скалы всего лишь на четверть часа назад. Но Сиасы, прибыв на место, не смог тебя найти. Мне трудно не подозревать, что мы в тот момент как раз собирали травы у подножия горы. Ха-ха, насмешил до смерти. Он же три дня просидел у подножия горы. Все лицо искусали комары, огромные волдыри. И дождался, пока у моего старшего брата зуб разболелся. Три дня просидел. Ладно. Раз ты спас жизнь, Юэр. Пока поживи в особняке Хау. Но помолвка совершенно невозможна. Дэн Чи. Отведи Мисс Су в парк Миньсен. Цинь-цинь, ты сначала устроись. Считай, что все под контролем. Мэ-мэ. Мисс Су, прошу. Подойди ко мне. Мать, ты же знаешь, что ты не можешь без меня. Согрейся. Чтобы не заболела. Мать, я и Цинь-цинь по-настоящему любим друг друга. У тебя совсем нет ума? Он явно мошенник. Мать, в мире так много богатых людей. Он обманывает не всех, а только... Обманул меня, значит, испытываешь ко мне симпатию. Конечно, ради того, чтобы подкараулить тебя. Он три дня ждал тебя у подножия горы. Как ты вообще додумался, Лась, пойти в горы? Это брат Цинь-хуай. Сказал, что там невероятно красивая заря. Я спонтанно изменила, изменил, маршрут. Вот почему. Мут Цинь-хуай только ждет, чтобы ты, дурак, дура, расшибся, Лась. Генчи, отнеси юную госпожу в комнату. Мне нужно поговорить с вторым господином. Второй господин. Не причиняйте боль, госпожа. Госпожа в последнее время тяжело переживает. Юьер, ты уже не ребенок. Я должна тебе рассказать о том, что произошло в доме. Неожиданно, дома произошло такое большое событие. Эх. Зао, второй брат, обними. Жалостное зрелище. Мой второй братец, как же он несчастен. Не только с Луц Цинь-хуаем были лучшими друзьями. Даже любимая женщина говорит то, что сказал Луц Цинь-хуай. Зелено от зависти. Если второй братец не верит. Договоритесь с друзьями. Возьми с собой того, кто тебе дорог, и все станет ясно. Это точно будет грандиозное зрелище. Братец второй. Скучала по тебе, братец. Особенно для тебя в тему. Собрались, чтобы поддержать моего второго брата. Увидеть Луц Цинь-хуая. Подтвердить его отношения с Су Цинь-хуай. Да, они действительно такие. Раз уж он хочет твоей благодарности, то отблагодари его как следует. И поблагодари его старшего брата. Я не согласна. Я же не сказала, что ты должна благодарить его лично. Мужчины больше всего ценят потомство. Хэй Цзиа Цяо подставила нас, братьев. Конечно, больше. Поэтому затеи и суть жица незнакомы. Я не понимаю, завтра во дворце устроят пир в честь Досяня. Разве он не хочет дом? Хм, тогда дадим ему дом. Матушка. Старший брат. Как ты все знаешь? Мой старший брат такой великолепный. Могущественный и величественный. Весь мозг в нашей семье сосредоточен в старшем брате. Хорошо, что спасли старшего брата. И спасли его сердце. Иначе бы мы все погибли. Пойдем, старший брат, я отведу тебя поесть мясо. Что хочешь. Братик. Старший брат понял, хочет жареные куриные ножки. Старший брат, я тебя люблю. Младший брат, пахнет вкусно. Тупица. Ха-ха-ха-ха. Мисс Су, вы, спасение нашей семьи в этом новом году. Не мешайте господину идти. Прошу, господин, возвращайтесь домой. Вся наша семья благодарит мисс за ее великую милость. Никто никогда так хорошо к тебе не относился. Ха-ха. Ты, все, что ты говоришь и делаешь, мне очень нравится. Раз уж ты пришла в дом Маркиза, считай его своим домом. Если кто-нибудь посмеет обидеть мою жену, я за нее постою. Конечно, тебе понравится. Ли Цзиа Цзяо рассказала мне все предпочтения людей в доме. Это было сделано, чтобы я смогла без труда завоевать. Вернулся в дом. Не переживай, как только мой отец согласится. Никто не сможет помешать нашей свадьбе. В доме все решает мой отец. В дом пришли гости. Эта девушка в таком наряде похожа на молодую Цзиа Цзяо. Но все же он лучше Цзиа Цзяо. Широкие плечи, тонкая талия. Поднятые брови, проницательный взгляд. По сравнению с Лу Цзин Хуаем и Лу Цзин Юэ, у него больше зрелости. У меня так сильно бьется сердце. Поужинаем. Есть шанс. Есть шанс. Императрица Юньян спала три дня и не могла проснуться. Я действительно больше не знаю, что делать. Пришлось попросить Цзяо Цзяо приехать. Но Цзяо Цзяо ведь всего лишь ребенок. Не переживайте, императрица Юньян. Независимо от того, получится или нет. Я не позволю Цзяо Цзяо пострадать. Не бойтесь, мама. Нет такой болезни, которую я не смог бы вылечить. Глупый ребенок, мать беспокоится не об этом. Она боится, что ты слишком остро на язык. Боится, что дом Хау обратит на тебя внимание в будущем. Мать не сможет увезти тебя из дома Хау. Я внухван отвел госпожу Лу в боковую залу отдыхать. А я с Цзяо Цзяо, останемся здесь с императором. Угу. Цзяо Цзяо, мы уходим. Госпожа Лу, пожалуйста, да. Его императорскому величеству пора проснуться. Цзяо Цзяо, как ты думаешь, он сможет проснуться? Цзяо Цзяо Цзяо, император. Он хороший император. Народ Бэй Чжао нуждается в нем. Ты сможешь заставить его проснуться? Ты можешь его разбудить? Теперь, после просмотра будущего Северный Чжоу, какие у тебя есть предложения? Скажи мне. Я же говорила тебе быть внимательнее. Кронпринц, оказывается, был одержим злым духом. И стал безрассудно влюбленным. Империя, созданная предками. Невероятно, что женщиной стала императрица. Я бью. Бью тебя, бью до смерти, тебя. ХМФ. Ахахаха. Есть. Спаслись. Спаслись. Мир нашего старого рода вся непременно будет процветать тысячу лет. Тысячу лет. Ты должен заботиться о Лу Чжао, этом маленьком божественном существе. А то я из-под земли вылезу и отшлепаю тебя. Я, твой отец, запомнил это. Лу Чжао, Лу Чжао, хахаха. Только что был золотой свет. Я, кажется, почувствовал, как вся усталость исчезла. Как же повезло, чуть не получил от отца пощечину. Ты наконец-то проснулся, Ваше Величество. Это маленькая учительница Хуан. Ваше Величество, вы можете проснуться. Все благодаря Жао. Она, младшая дочь Сюши Юня, Лу Жао. Ши Юнь, счастливый человек. Его дочь обладает необычными способностями. Ваше Величество, если в будущем вы столкнетесь с неразрешимой проблемой, возможно, Жао сможет сотворить чудо. Это Лу Чжао. Ваше Величество, вы знаете Чжао? Чжао, ты, сокровище, посланное небом северному Чжао. Скажи мне, чего ты хочешь? Чжао. Хочешь ли ты стать богиней северного Чжао? Хочешь ли ты стать принцессой, второй после императора, властвующей над всеми? Хочешь много-много-много куриных ножек? Как принцесса, Чжао получит высшую власть. Окруженный свитой. Любимый народом. Скажи мне, хочешь ли ты быть принцессой? А ты хочешь быть моим отцом? Мой отец плохой. Фу. Это Чжун Юн Хао. Я хочу его опозорить. Чжао Чжао, я не такой, как твой отец. Я – хороший отец. Шоферский отряд. Угу. Этот жетон представляет меня. Как если бы я был здесь. Я дарую его тебе. Когда придет время, ты захочешь стать принцессой. Я снова возвышаю тебя. Сладкоежка-неженка. Хорошо, хорошо, хорошо. А мы? Пойдем есть императорские яства. Ты еще слишком мал. Не следует слишком рано проявлять себя. Здоровье и радость – вот что важно для твоего роста. Идем. Пойдем с отцом кушать императорские яства. Ши-санчик. Чей это почерк? Это почерк Маркиза. Это действительно каллиграфия Маркиза. Красавица действительно очень привлекательна. Отец и мать. Сын-сын встретила Юэгэ. Юэгэ – хороший человек. Вы на небесах, спокойно. Теперь я спокоен. Дядя и тетя. Не беспокойтесь. Я буду заботиться о цын-цын. Поужинайте. Вы слабы. Не простудитесь. Лунь, этот бокал вина я поднимаю за тебя. Хотя именно я спас тебя. Но в этом мире – одинокий. Ты дал мне смелость жить. И ты спасла цын-цын, цын-цын. Это я тебя спас, на самом деле. Ха-ха, завтра наступит день, когда моего второго брата напоят до пива. Второй брат не защищается от него. Он принес тот бокал вина. И приказал раздеть старшего брата. Они лежали на одной кровати. Вошли в ворота особняка Хау. Лунный брат. Лунный брат. Ты знаешь, кто я? Ты господин Хау. Позови меня еще раз. Хм, господин Хау. А? Госпожа. Госпожа. Беда. Что ты плачешь? Я снова испортила радостное настроение. Не знаю, какой идиот привел господина Хау в его старый кабинет. Зашли в комнату госпожи Су. Хозяин уже более 20 лет сопровождает меня. Плакала. Я не могу вечно удерживать его любовь. Я. Госпожа. Заходите. Я. Помедленнее, госпожа. Господин Хау вчера вечером три раза поливал цветы с лучшего растения. Не паникуйте. Я объяснюсь с госпожой. Я скажу, что вчера вечером напился и повел себя неподобающе. Госпожа добрая сердцем. Она нас простит. Все пропало, все кончено. Господин Хау. Госпожа простояла всю ночь во дворе. Поспешите взглянуть. Госпожа промерзла всю ночь на снегу. Иду. 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 И зашла не в ту комнату. Приняла его за тебя. Хозяин. Ты охранял меня двадцать с лишним лет. Юйнян не может быть такой эгоистичной. Почему? Давай пока позволим Юйнян успокоиться. Поклявшись, Юйнян. Гуся-лебеди. Не стоит больше раздражать госпожу. С тех пор, как вы вошли в комнату госпожи Су. Жена ждала всю ночь. Глупая, милая мама, не замерзай. Не заморожь свое лицо. Мама, это просто игра для них. Жена, храбрец ушел. Только что служанка пришла и сообщила, что сучжицын хочет повеситься. Храбрец сразу же поспешил уйти. Вы действительно точно все рассчитали. Действительно, эта женщина обратила свой взгляд на господина Хау. Господи. Моя мать действительно умна. Пусть у этого Лу Цзиньхуая и есть талант. И дарование. И будущее его широко. Но сейчас он еще не созрел. По сравнению с Лу Юаньцзе. Он все же уступает. Более того, эти двое уже все решили. А я сражался в снежную ночь. Весть о моей победе уже облетела весь дом. Ему уже закрыли все дороги. Кроме как поймать Лу Юаньцзе. У него нет другого выхода. Госпожа, все это вина Цзиньцзинь. К господину это не имеет отношения. Цзиньцзинь попала в беду. Цзиньцзинь осознала, что совершила ужасную ошибку. Изначально она планировала сама извиниться. Но именно Хау, Хау остановил Цзиньцинь. Пэй Цзя Цзя, ты потратила столько усилий, чтобы отправить Су Чжи Цзинь в Хау Фу. Передав ему все предпочтения всех людей. Но ты даже не подумала, что в конце концов он будет бороться за мужчину с тобой. Давай устроим бой. МГМ. Сусинь Цзинь, вставайте. Вы девушка из хорошей семьи. И я не хочу вас беспокоить. Просто дело ваше с Юэр. Я и Чжи Ньюэ просто друзья. Мы друзья благородные. И никогда не было ничего лишнего. Тогда хорошо. А я сейчас. Воспитываю четверых детей. И у меня нет сил ухаживать за господином Хау. У вас с господином Хау, можно сказать, судьба. А когда вы идете замуж? Хорошо ухаживайте за господином Хау. И в будущем родится сын и дочь. Господин Хуй обязательно обрадуется. Ты дочь благородной семьи. И ко мне добра. Прошлой ночью. Господин Хуй был не в себе. Сделать тебя наложницей. Разве это не будет неблагодарностью со стороны дома Хуй? Отомстить за добродетель. Подари мне. Я намерен поднять тебя в статусе первой жены. Но сейчас, в разгар продвижения. Боюсь, что он не согласится. Тогда давай поступим так. В нашем доме. Все будет по правилам первой жены. Когда позже согласится. Мы устроим торжественную свадьбу и возьмем тебя в дом. Смотри же. Цин Цин, госпожа Ся благодарит тебя за помощь. Твой нынешний двор теперь будет называться Чин Пин Юань. А это служанка. Я ее не оставлю. Иди в канцелярию и возьми три стылянов серебра. Сама выбирай. Да. Сучжи Цин, не разочаровывай меня. Жду, когда ты начнешь бороться с Пейдзиа Цяо. Угу. Неудивительно, что Ча Ча так любит сладкое. Действительно, сытый желудок. И хороший сон значительно улучшают настроение. Да. Наевшись, сил прибавится. Сходи, принеси ключ от кладовой старой госпожа. Скажи, что я заболела. Мне нужен покой. Что касается дел в этом доме. Придется потрудиться его старику. Да, госпожа. Госпожа, хорошо, что вы поняли. Матушка, я поеду к дедушке за старшим и третьим братьями. А, противоядие готово. Будьте осторожны в пути. Маленькая. Маленькая. Если бы я не притворялась. Сунь Чжи Цин не поверила бы, что та ночь была случайностью. М-м-м. Дедушка, я еще мала. Я буду усердно учиться. Добрый дедушка. Почему я тоже должен писать статьи? Я к этому не способен. Разве мой старший брат не сможет участвовать в императорских экзаменах? Разве потомки семьи Сюй не умеют писать? Грамотность, это не только для императорских экзаменов. Книги все же нужны. Хорошо читающий может превзойти. Э, Чжао-Чжао еще мала. Не то же самое, а? Вкусно ли, малыш? Вкусно, дядя, ты тоже ешь. Угу, хорошо, я тоже съем. М-м-м. Действительно вкусно. Прадедушка, ты притворяешься глухим, это нарушение правил. М-м. Маленький принц должен был умереть в июле. Июль уже прошел. Наверное, с ним все будет в порядке. В доме деда по материнской линии такая вкусная еда. Не видишь ли ты, как вода желтой реки с небес спускается? Несется к морю и не возвращается. Не видишь ли ты, как в высоком зале зеркало отражает печаль седых волос? Утром, как шелковистые волосы, вечером, как снег. Прекрасное стихотворение. Бессмертная строфа. Старший брат, сейчас снаружи все говорят о крепком вине Цинцзинхуай. Слышал. Даже во дворце уже знают. Луцзинхуай даже способен на такое бессмертное творение. Сестра Хан, ведь ты родом из современного мира, который обладает пятитысячелетним наследием и бесчисленными знаменитостями. Которые дали ему возможность списывать. Поэтому он, конечно же, смог это написать. Кейтзюй только на поэзии не построишь. Сегодня канун Нового Года. Год прошел. Великие министры, вы усердно трудились ради страны и народа. Благодарю вас, ваше величество. Эй! Что, танцевать с мечом? Эй, эй! Слушай, это разве не мелодия и певино? Какое прекрасное исполнение мечом. И музыка отличная, и смерть хороша. Этот Люй Цинхуа всего 17 лет, а уже создал такое произведение. Настоящий талант. Если вспомнить, то предыдущий столь выдающийся был старший сын, господина Люй. Восьмилетний ученик. И при этом он был первым. Жаль, что его судьба была трагичной. Теперь, будучи инвалидом, он все еще занимает место наследника. Действительно жаль. Жаль, говорят, что сейчас он даже в отправлении естественных нужд. Нуждается в прислуживании. Эх. Яншу не суждено было этого достичь. Огромный дом маркиза в будущем придется передать слуге. Но Яншу сейчас не в состоянии управлять домом маркиза. Этот наследный принц сейчас уже 7 лет. Его величество повсюду ищет для него наставника. Если бы Лу Цинхуай на этот раз смог сдать 3 государственных экзамена, то, боюсь, наставником наследного принца стал бы он будущий высокопоставленный чиновник. Однако, этот Лу Цинхуай низкого происхождения. Даже если он сдаст 3 государственных экзамена, Боюсь, что наставник для наследного принца не достоин такого выдающегося юноши. Если он не вернет родовой список в дом, это будет действительно жаль. Прощаемся с прошлым и встречаем Новый год. Вам пришлось тяжело. Вот ключ от склада. В этом месяце. Всем выплатят двойную зарплату. Спасибо, мадам. Мадам, здоровья и благополучия. Герцог еще не вернулся. Герцог рано покинул дворец. Вероятно, по важному делу. Может быть, он вернется поздно сегодня. Завтра первое число. Нужно почтить предков. Если герцог не вернется домой. Я сам внесу тебя в родословную. Ты спас жизнь, Юэр. В конце концов, я не забуду твою доброту. Цэн Цэн, благодарю вас, госпожа. Пэй Цзя Цяо и он идут искать Пэй Цзя Цяо. Если нет других дел, можешь идти. Да. Лу Юан Цзэ. Я трудился в доме жизни. У тебя есть еще один дом, помимо этого. Ты ешь за двумя столами. Ты можешь заплатить цену. Госпожа уже пригласила главу рода из старого дома в Цэн-Си. Устрой все, как следует. Обязательно хорошо прими его от моего имени. Глава рода, это госпожа. А где старая госпожа? Старая госпожа сказала, что будет молиться всю ночь. Она вошла в маленькую буддийскую часовню. Я думаю, что... Она, должно быть, пошла туда встречать Новый Год. Старшая сестра Фу, как хорошо. Давайте сегодня спокойно поужинаем в новогоднюю ночь. Ваше Величество. Как долго еще придется ждать город? Второй господин еще немного подождет. Ох, господин. Позвольте мне помочь вам подняться. Господин, господин. Госпожа. Старший господин. Старший господин. Что случилось со старшим господином? А-а-а. Дядя Юань. Ты встал. Старший брат такой хороший. Старший брат больше не парализован. После того, как старший брат перестал быть парализованным. Кто еще посмеет сказать, что старший брат парализован? Я его убью. Ха-ха, старший господин, осторожнее. Не спеши, не спеши. Если он может сделать шаг, то сможет сделать седва. Он обязательно поправится. Еще полгода, матушка. И сын сможет свободно ходить. К концу августа сын обязательно сдаст экзамен на Цзи Юань. Хорошо, хорошо. А, хорошо. Кстати, дядя Ин. О выздоровлении пока никому ни слова. А? Мама, мы обязательно сохраним это в секрете. Если кто-то проболтается, мы им обязательно выбьем зубы. Тот человек еще и о трех полюсах мечтает. Пустые фантазии. Старик Лу. Вчера все приглашения, которые Цзинь Хуай отправил, были возвращены. В доме Цзинь Хуай огорел свет всю ночь. Это очень расстроило паноши. Он, правда, ничего не говорит. В глубине души он хотел добыть для тебя жемчужину и таким образом прославить тебя. Ты ждал меня 18 лет. Я никогда не позволю тебе страдать напрасно. И чувства наши не должны быть растоптаны. Позиция наследного принца должна принадлежать ему. Лу. Я не хочу, чтобы ты причиняла ему боль. Я знаю, что ты очень заботишься обо мне. Наш Цзинья Аббат назвал сокровищем поднебесной. Беспрецедентное богатство и счастье. Как такого ребенка можно бросить на произвол судьбы? Ся Атца. Ты – главный зачинатель успеха нашего дома. Люй Лан. Госпожа, уже целая ночь прошла. Хозяин все еще не вернулся. Уже вечер, а хозяина все нет. Что-нибудь случилось, не так ли? Наверное, задерживается по делам в столице. Я беру тебя в жены, наравне с основной. Чтобы ты хорошо заботилась о хозяине. Только не подведи меня. Как же я могу? Цзин Цзинь просто переживает. Это глупая женщина. Она действительно не знает, что господин находит других женщин. Жена, господин вернулся домой. Господин. Вы не возвращались всю ночь. Цзин Цзинь переживала, что вас сегодня внесут в родовую книгу. Цзин Цзинь теперь ваша. Цзин Цзинь так счастлива, что смогла встретить господина. Пойдем в сад, я сделаю вам массаж, чтобы снять усталость. Сегодня в доме гости. Я сначала встречусь с начальником. Ты возвращайся в сад и жди меня. Господин, вы выглядите очень усталым. Вы не отдохнули как следует. Прошлой ночью обсуждал дела с подчиненными и забыл. К счастью, в доме есть госпожа, которая всем управляет. Юнь-нянь, ты сильно потрудилась. Халуй, лучше сначала посмотри на старейшину. Цзин Цзинь говорит, что нужно отремонтировать семейный храм. Мать не скрывает своего языка. Она сразу согласилась выделить деньги. Этот ремонт семейного храма Ло. Тетя не может забрать приданное. Чтобы избежать сплетен. Как можно использовать приданное Юнь-нянь для ремонта усыпальницы? Я сейчас же объясню это бригадиру. Угу. Трех тысяч лянов. А раньше твоя жена давала по тысячу лянов. В этом году нужно отремонтировать старый дом и усыпальницу. Три тысячи лянов, это уже немного. Твой отец и предки похоронены в Цзинь-си. Если далеко, то деньги жалко тратить. Пусть твоя жена принесет приданное. Использовать приданное жены для ремонта храма предков. Что за чепуха? Вождь рода, каждый год нужно тратить тысячу лян. Так уже восемнадцать лет. Почему даже не сдал экзамен на ученика? Да? Разве не ты сам говорил, что дашь тысячу лян? Ладно, ладно. Хорошо, хорошо. Я завтра тебе деньги перешлю. Ты даже не так умеешь себя вести, как твоя жена. Хм. Что ты так реагируешь? Сью тебе доверяет. Ты немного польстил, и она деньги отдала. Кстати, когда Жинхуа вернется домой? Три Хюанг-си обязательно должно быть издано в моем доме. Нельзя позволить ему попасть в чужие руки. Мама, у меня есть план. Почему он еще не пришел? Я хочу увидеть, как он расплачется. Посмотреть, как его побьют. Хм. Он раньше всегда издевался над моей матерью. Уже стемнело. Почему тетушки и зятя все еще нет? Данг-жи, быстро сходи посмотри. Это старая госпожа. Заловка, тетушка и зять вернулись. Ух ты, кажется, сильно похудел, а? Но я не буду тебя жалеть, сам, а, виноват, а? Матушка, умоляю, спасите меня, спасите. Что если что-то случится? Госпожа, неужели я что-то сделал не так? Если да. Скажите. Я исправлюсь. Старший брат Геулин. Он бьет меня. Я должна защищаться. Я должна защищаться. Ударил тебя. Где болит? Старший брат обвиняет семью Сюй. Он, он приказал Гулину избить меня. Сюй сказал, что моя честь, это честь отца Хау. Гулин потом пошел прямо ко мне. В те места, которые не показывают. Он действительно серьезно болен. Почему Гулин не убила его сразу? Ваньи, твои слова совсем нелепы. Я люблю тебя не меньше, чем родную дочь. Когда ты хотела выйти замуж за господина Гу. Я тебя останавливал, а? Я боялся, ась, что семья господина Геу бедна. Что тебе там будет плохо. Но ты с матерью все равно настояли на своем. Я любил тебя десятки лет. А ты меня так несправедливо обвинила. Неважно. Я все равно выйду за него. Я пойду искать мать. Невестка не согласна. Но мать обязательно согласится. Хм. А если я выйду за него? В будущем ты обязательно пожалеешь. А вдруг это я его вырастила? Разве я могу ему навредить? А что если ты его вырастила? А вдруг он не от тебя? Тогда ты, наверное, будешь питать злобу к Яньшу. Пренебрегать с тем, что тебя отвергли. И не желать ему добра. Вани, что ты говоришь? Господин Гау, это твой собственный выбор. Господин Хау, я действительно никогда не обижала Вани. Все дела в доме она решает сама. Она управляет. Даже если я случайно ошибусь. Меня все равно заставляют стоять на коленях. Об этом знают все в семье Гю. Как такое возможно? Я спрашиваю, где ты ранен? А ты молчишь. Дома тебя баловали, ладно. Но ты же уже замужем. Как можно быть такой неразумной? Геу Линь. Он чиновник императорского двора. Перед ним нужно преклонять колени перед государем. Клянусь родителям. Как я могу просто так перед тобой преклонить колени? Это все из-за того, что он меня обидел, поэтому я и встал на колени. Супруга. Супруга. Я был неправ. Я был неправ. Прости меня еще раз. Прости меня еще раз. Хорошо? Я так люблю тебя. Ты что, собираешься меня бросить? Ты что, собираешься меня бросить? Бросить меня. Лу Вани. Лу Вани. Лу Вани. Предупреждаю тебя. Если ты еще раз скажешь, что хочешь вернуться. Может, сестренке стоит поискать няню? Нет, не нужна няня. Каждый раз, когда Гоу Линь кусала ее. Тихо. Да она и не посмеет показать это им нюй. Неужели я могу услышать это бесплатно? Сестренка, мы тебя любим и холим. Но ты не должна безосновательно лить грязь. Этот господин Гоу, чиновник императорского двора. Ты не должна вредить ему. Ты говоришь, что он тебя бил? Ты опять молчишь. И запрещаешь одной женщине идти на похороны. Раздувает скандал, будто это справедливо. А ты где честь дома увидишь? У этого графа повышение на носу. Не позорь имя графского дома. Вэн Сюй, вставай. Семья Ван плохо воспитывает дочерей. Тебя обидели. В прошлый раз, когда ты задерживалась с визитом. У тебя были травмы. Это Сюань Цзэ, правда, ния. Это все потому, что Вэнье не знакома с нашей семьей Гоу. Она случайно упала. Как она могла так упасть? Ой, матушка. Просто перестань баловать в Вэнье. Посмотри на него сейчас. Во что ты его превратила? Как и ожидалось. Люй Юань. Эгоист и коростолюбец. Использующий сестру для продвижения по службе. Старший брат. Умоляю тебя. Я не могу вернуться с ним. Он меня убьет. Заловка. Я был неправ. Мне не следовало тебя не слушаться. Гаулин. Действительно нехороший человек. Пожалуйста, спасите меня. Помогите. Прошу вас, госпожа, возвращайтесь в свою комнату и отдохните. Вэнь Цзэ, да, Ванье, младший ребенок в нашей семье. Он избалован с детства. Если он сделает что-то не так, ты можешь его наказать. В нашей семье нет возражений. М-м. Беспощадный подлый отец. Какая жестокость. Разве это не то же самое, что просто дать палку Гаулину? Пусть он хорошенько и забьет его. Госпожа ночью болтала. За маленькой госпожой присматривает второй господин. Ничего не случится. Во время ужина. Он упрямо конючил, чтобы пойти на праздник фонарей. Госпожа и зять напились. Старшая госпожа не хотела возвращаться в дом своей тетки. Хозяин силой заставил его сесть в повозку. Глаза старой госпожи почти вытекли от слез. Но хозяин его не слушал. Супруга, поедем домой. Старший брат, спаси меня. Я не хочу домой. Он меня убьет. Еще раз посадите его в повозку. Да, да. Пойдем обратно, обратно. Не возвращайся домой. Пойдемте, господин. Угу, выни. Выни, выни. Далеко нельзя позволять выни снова возвращаться домой, матушка. Ты слишком его балуешь. Репутация семьи Лу все еще важна. А будущее Цинхуая все еще важно. Заслужили. Злодей получит по заслугам. Ах, госпожа, второй молодой господин, почему вы вернулись один? Где Юэр и Чаача? Госпожа императрица забрала Чаача во дворец, чтобы поесть утки с восемью сокровищами. Я вернулся, чтобы сказать матери. Не беспокойтесь. Если кто-нибудь спросит. Скажи, что молодая госпожа в семье Сюэй, госпожа. Император и князь Луцзинхуай талантливы. Но безнравственны. Такой человек с нечистыми помыслами. Даже если бы он был самым выдающимся учителем, я бы не стал считать его своим наставником. Он, юнец, никогда не покидавший столицу. Не познавший никаких трудностей. Живя за счет крови Сюши. Он чувствовал себя как рыба в воде. Как же он мог написать такие пышные, грандиозные стихи? Он содержал наложниц. Доказательств пока нет. Об этом не будем говорить. Но он действительно был родным сыном Лу Юаньца. Это неоспоримый факт. Незаконно рожденный сын мечтает сравниться с законно рожденным. Он рассчитывает на законно рожденного сына для своего повышения. Госпожа Лу, кажется, намерена на развод. Но издревле. Ни одна женщина после развода не забирала с собой детей. Мир суетен. Все стремятся к выгоде. Мир кипит. Все ради выгоды. Стоит лишь выгода стать достаточно большой. И он готов пожертвовать всем. Если бы кто-то действительно сказал, что Сан Юан Цзе император был бы женат на молодой супруге наследного принца, Лу Юан Цзе сразу бы потерял голову. Как твой сын учится у старшего учителя в последнее время? Неплохо. Старший учитель обладает огромными знаниями. Мой сын, ты должен усердно учиться. Да, отец. Старший господин Лу также учится там. Ваше Величество, я считаю, что его таланты выше, чем у Лу Цзине. В восемь лет он сдал экзамен на Сюцай. И занял первое место. Потомок старого императора. Я верю в его способности. Только вот его здоровье. Главный врач ранее диагностировал, что он будет прикован к постели. Но теперь он уже может держать в руках перо и писать. И в прошлый раз, во время наводнения, ваш покорный слуга видел, как он встал на ноги. Благодаря Цзо Цзо, я считаю. Да, благодаря Цзо Цзо. Все возможно. Ваше Величество, Ваше Величество. Девушка Чао подралась. Подралась. С кем она подралась? Кто посмел? Кто посмел поднять руку на Цзо? Девушка Чао подралась с собакой благородной супруги Сянь. С собакой подралась. Где ты поранился? Скорее зови лекаря. Ох! Проклятая вещь. Ваше Величество. Я не виновата. Я действительно ничего не делала. Я не спускала собак на него. Где болит? Скажи императору дяде. Тебя что, в грудь укусили? Угу. Черт, ранил Чжан Чжао. Отец, он же меня сегодня ночью во сне загрызет. Хм, мне больно на душе. Я душевно страдаю. Разве у меня нет чувства собственного достоинства? Ваше Величество. Докладываю. Госпожа Чжао Чжао не была убита. Ага. Доктор, не могли бы вы осмотреть моего господина, пса? Доктор, не могли бы вы осмотреть моего пса в больнице? Не бойся, не бойся. Он больше не дерет твои шерстинки. Не дерет, ага. Что вообще происходит? Ты привел Чжао в дворец. Что ты скажешь? Сообщаю, Ваше Величество. Я возвращался во дворец. Как раз проходил мимо лавки великой супруги. Я увидел, как слуги в ее дворце сражаются за то, чтобы покормить собак. Хе-хе-хе. Пища для собак была специально приготовлена рабочими. Там были колбаски из курятины. Рыба, рис и все такое. Его не остановить. Как только он подошел, сразу схватил горсть собачьей еды и сунул в рот. Съел и еще собакой за еду дрался. Вот так они и подрались, человек с собакой. Го. Вкусно. Гав, гав, гав. Ой. Значит, он проиграл. Ищет девушку. Выиграли бы, но они опрокинули еду. Так что выиграли, но не поели. Не поели. Не поели. Гав, гав, собака ругается. Собака ругается на меня. Гав, гав, ругается. Гав, гав. Гав, гав. Хотя я и не понимаю. Но по их лицам видно, что они ругаются очень рано. Они ругают меня. Называй меня беззубым маленьким существом. Они ругают меня за то, что я забрал еду у собак. Они ругают меня за бесстыдство. Быстро, быстро, быстро. Что ты тут высматриваешь? Быстро уведи собаку отсюда. Хеньфэй. Отдай свой порошок во дворец. Я прикажу тщательно его изучить. Можно ли на его основе разработать детское питание? Завтра я пришлю людей в храм Хугатзе за четвертым принцем. Пусть он немного побудет с тобой. Благодарю, ваше величество. Этот собачий корм удачно приобретен. Отлично перехватили. Наконец-то я увижу своего сына. Какой очаровательный. Если бы такая отец Цзяо была принцессой нашего северного Чао. То наше северное Чао. Как могло бы не процветать? Отец прав. Достойная принцесса. Он будет в большей безопасности. Но Чао-Чао не согласен с тем, чтобы закрыть принцессу. Я велел Сюй выгнать Лу Юан Цзэ. Я женюсь на Сюй. Таким образом, Чжо-Чао будет по праву носить мое имя. Сын считает это разумным. Ха-ха-ха. Он такой милый. Господин Лу, вот-вот получишь повышение. Поздравляю тебя. Ха. Господину Вангу еще ждать высочайшего назначения. Еще ждать высочайшего назначения. На аудиенцию. Пойдем, пойдем на аудиенцию. Чжо-Юн Ха, стой у ворот дворца. Меня поймали на взятке. Или все-таки внешние дела раскрылись? В Бэйчжао почетное место справа. Ты вошел в зал правой ногой. Неужели ты указываешь на меня? Государь, прости. Государь, я осмелился бы. Я не посмел бы. Государь, сегодня вы вспыльчивы. Господин Ван, господин Ван. Чем же я, Лю, разгневал императора? Ха, вы, наверное, вошли в дворец правой ногой? Это не уважение к его величеству. Вы нарушили большой запрет. Но я действительно вошел левой ногой. Иа. Ай, как мы, слуги, можем пытаться понять мысли императора. Если его величество захочет вас наказать. Ты просто перепрыгнул, не касаясь земли ногами. Его величество тоже так сказала тебе. Даже дыхание твое неправильное. Лу Юаньце. 3000 лянов серебра. Ты еще хочешь получить в три приема. В этом княжеском доме нет денег. Как же, вы разбогатели? Просто презирают нас, бедных родственников. Считает, что я пришел попрошайничать. Ты даже хуже своей жены. Через три дня пришлют людей, чтобы отвезти тебя обратно в Циньси. Ни копейки не убудет. Если бы не всемирная поддержка Лу Юаньце. Ты бы никогда не добился этого. Ты просто неблагодарный мерзавец. Герцог получил наставление во дворце. Когда вернулся, он снова поссорился с главой рода. К счастью, наша госпожа больше не управляет государством. Ты, даешь, бедный язык, второй брат. О чем ты думаешь? Я, я думаю о тебе. Второй брат говорит, что... Наш старший брат в доме уже очень хорошо учит книги. Он, значит, не пойдет по этой дороге. Он хочет поехать на окраину, заняться торговлей. Заодно проверит, как там дела у дяди с наводнением. Вауа тоже хочет заработать денег. Тебе всего год. Какие деньги ты будешь зарабатывать? Буду. Вот и буду. Я буду торговать с дядей. В будущем это принесет пользу стране и народу. А Го 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 не смеет легкомысленно причинять ему вред. Ему следует идти в поход и сражаться. Его судьба – падение звезды. Только жаль. Его погубила главная героиня. В доме маркизы еще остались деньги. Их давно уже нет. Мясной фарш из кухни Цюся. Должно быть, уже готов. Сводите маленькую госпожу поесть. Ешь лекарство, лекарство, большой квак-квак, ты такой хороший. Пойдем, поедем есть фарш. Угу, есть фарш. Ту-ту-ту. Дядя ИНГ, у тебя есть какие-нибудь планы? Пойти одолжить денег. Пусть Цао-Цао заработает деньги. Ваше Величество, просим вас, защитите нас. Хао Чжун совершил мошенничество. Он обманом завладел всеми новогодними деньгами моей внучки. Ваше Величество. Хао Чжун совершил мошенничество. Он обманом завладел 560 лянь новогодних денег моего внука. А где же еще 621 лянь моего пятилетнего сына? Ваше Величество, у меня есть еще 8 медных монет от моего годовалого внука и бутылка молока. Ваше Величество, Ваше Величество, Ваше Величество. У меня есть, у меня есть, у меня есть. О ком вы говорите? Моя дочь, которой нет еще и года, обманула вашего ребенка и забрала его новогодние деньги. Лучше Ачао, сколько ты взяла взаймы? Отец-император, господин Чжун Юн, обманул сына и забрал все мои новогодние деньги с рождения и до сегодняшнего дня. Ваше Величество, вот письмо от моего старшего брата. Это оставьте мне. Угу. 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 Это просто безумие. Нет, Ваше Величество. Такой маленький ребенок. Куда эти деньги, все. Государь, я не виновен. Я действительно не отправлял тебе. Мошенничать, этого действительно не было. Ты хочешь сказать, что все это сам Лучше Ачао занял? Ваше Величество, вы правы. Я уверен, что это он сам занял, этот мерзавец. Ло Юаньце. Ты совсем не человек? Он еще младенец, ему нет и года. Он понимает, что такое брать взаймы. Ты используешь годовалого ребенка для обогащения. У тебя слишком много наглости. Господин Лу, мы коллеги. Мы не будем говорить. Ничего, но эти деньги ты все-таки должен вернуть детям. Да, эти деньги дети тебе не должны. Возвращай деньги. Возвращай деньги. Ваше Величество. Уважаемые коллеги. Я верну, я завтра верну все. Ни одной медной монеты не будет недоставать у вас. Я послала людей повсюду поспрашивать. Он задолжал немало. У каждого есть расписка. Сейчас же я прикажу забрать расписки. Все тебе отдам. Да. Подлая девка, наживающаяся на людях. Лу Юан Цзэ, ты не только должен немедленно вернуть имущество, но и понести строгое наказание за это дело. В назидании другим. Люди. Граф Фалу, 30 ударов палками. Ваше Величество, я. Меня несправедливо обвиняют. Меня несправедливо обвиняют. Ваше Величество. Ваше Величество. Меня несправедливо обвиняют. Меня несправедливо обвиняют. Ваше Величество. Хм. Это отродье. Я знал это еще, когда он родился. Мне следовало утопить его. Успокойтесь, господин. Не говорите больше. МММ. Госпожа. Юнин, ты знаешь, что твой драгоценный луч Рачао натворил? Он одолжил деньги у внуков моих коллег. Это просто безобразие. Какой он гад. Позови его ко мне. Пусть он встанет на колени в снегу. Без моего разрешения. Не смей вставать. Этот мальчик еще даже не исполнился года. Если он останется на коленях в снегу, он вообще выживет. Ты же убиваешь его. Он принесет несчастье мужу. С момента его рождения. У меня все идет не так. Да и к тому же, от одного преклонения коленей еще никто не умер. Неужели? А я, наоборот, думаю. С тех пор, как появилась Цоо. У меня появилась надежда на все это. Если бы не Цооцо. Как бы я смогла разглядеть в тебе этого подлого, двуличного мерзавца, который ест с двух кормушек. Маркиз и наследный принц прислали людей. Господин, его высочество послал меня передать вам расписку. МГМ Более 70 тысяч лянов. Здесь и целые, и мелкие суммы. Позови сюда этого негодяя. Куда он, в конце концов, спрятал эти деньги? Госпожа, молодая госпожа, сказали, что Деньги все потрачены. Не осталось ни одной монеты. Ты хорошо услышала. Все потрачено. Это абсолютно точно. Ой. Юньнин. Ты на его стороне? Хорошо. Тогда мне придется взять твое преданное. Господин Маркиз. Чжен Юэ уезжает. Заниматься торговлей. Я же уже вчера говорила вам об этом. Для ведения бизнеса нужны деньги. Все мое преданное я отдала Чжен Юэ. Все-все ему отдала. Все отдала. Господин Маркиз, когда вы вернете деньги, указанные расписки? Его величество и его высочество все еще ждут. Завтра. Госпожа, старая госпожа, снова ушла с людьми. Сказала, что идет молиться Будде. Я тайно проследила за ними. Он снова пошел туда. Сегодня же праздник фонарей, праздник цичень. Не обращайте на них внимания, их нет. Может, придет божество. А где Чжо Чжо? Ах, еще недавно была здесь. Наверное, в свои покои ушла. Начнем молиться. Не будем задерживать благоприятное время. Молим божеств о защите всех живых существ и неспослании благодати на Бычжо. Молим божеств о защите всех живых существ и неспослании благодати на Бычжо. О защите всех живых существ и неспослании благодати на Бычжо. А! Быстро, быстро ищите. Посмотрите, чья молитва была услышана богами. Сообщите ему молитву Северного Чжо. Пусть он сделает все, чтобы вызвать ревность у Северного Чжо. Мы готовы его вознаградить. Должности и титулы, все возможно. Ваше Величество, как замечательно. Боги сошли на наш Бычжо. Ха-ха-ха. Чего ты желаешь? Я могу дать тебе все на свете. Бессмертие, славу, богатство. Бессмертие, славу, богатство, все это никчемный хлам. Ха-ха, все, чего ты хочешь, я могу тебе дать. А можешь отдать мне свою жареную курицу? Пять может дать тебе бесконечные богатства. Ты сможешь купить бесчисленное количество жареной курицы. Ты глупец, деньги и жареная курица будут забраны. Хранение жареной курицы, это мое дело. А, что? Какая ему нужна жареная курица? Я дам ему вдоволь. Это бесценный дар небес. Подойди, поддержи меня. Я сейчас упаду в обморок. Курица будет или нет? Не будет, я спать. Я дам тебе, что ты хочешь. Го, теперь ты мой поклонник. Ха-ха-ха-ха-ха. Ты будешь есть. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Найдем. Перероем всю землю, но найдем его. Ваше Величество, Ваше Величество. Нашли, нашли. Солдаты Цзинь встретили на улице ребенка. Ребенок нес на руках жареную курицу. Говорит, что это Божий дар. Приведите человека. Цзиньян. Приветствую, Ваше Величество. Да здравствует, Ваше Величество. Да здравствует, Ваше Величество. Да здравствует, Ваше Величество. Ваше Величество, это сестра Лу Цзиньхуая. Ее зовут Лу Цзинья. А эта женщина рядом. Это ее мать, госпожа Пэй. Жена Пэй, Лу Цзиньхуа. Племянник Лю Юаньцзе. Ваше Величество. Замолчи. Император не велел тебе говорить. Да, Ваше Величество, это так. Цзинья попросила у богов жареную курицу. Тупица. Вижу. Что вам не хватает еды. Вам не хватает одежды. Как ты смеешь просить богов о жареной курице? Невежда. Тупица, непонимающая обстановки. Позоришь семью, Бэй. Ваше Величество, замолчите. Как вы, как его мать, воспитали его. Он неразумен. Ты тоже неразумен. В таком юном возрасте, а уже врешь без удержу. Без воспитания. Прочь отсюда. Прочь отсюда. Хм. Фэн Хуан, как ты знаешь, что это не он? Мои глаза не слепы. Сердце мое знает, что кроме Луча Чао никто не смог бы это сделать. Попросил Луча Чао приехать во дворец. Не пугай окружающих. А. Дядюшка Хуан, это цыпленок. Очень вкусный. Чао Чао, это жареная курица, которую ты попросила у богов. Да-да-да, это она, это она. Очень вкусно. Чао Чао. Действительно хороший ребенок. Не стремится к славе. Не гонится за властью. Хороший ребенок. Чао Чао, хороший ребенок. А если бы это был кто-то другой? Конечно, он хотел мою императорскую власть. А Чао Чао захотела только обыкновенную жареную курицу. Отец, ты только что ругал Лу Цзиня А за невежество. За то, что он глупец, не разбирающийся в обстановке. Позорит Бэй Чао. Чао Чао Чао, хочешь сменить отца? Ты будешь играть со мной? Конечно. Я буду охотиться. Играть в шахматы, воевать. И я довольно начитан. Не хуже твоего нынешнего отца. А ты умеешь заплетать косы? Я могу научиться у тебя. Иди, сообщи об этом госпоже Сюй. Сегодня вечером Цзиа Цзяо останется во дворце. Да. Ой, нужно, чтобы малышка полюбила дворец. Ха-ха-хе-хе-хе. Цзао, цзао. Сегодня вечером папа останется с тобой. Как тебе это? А. 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 Отказаться от всего ради мира. Чтобы спасти человечество. Я, старейшина школы истины, Лу Чао Чао. Жертвую своей душой, и не остаюсь с душой. Чао Чао, я слышу твои мысли. Наверное, потому что я когда-то построил для тебя могилу с одеждами. Отец Император, оказывается. Наши боги пришли в мир людей. На этот раз верующие защитят маленького божества. Настоятель, Амида Будда. Господин, не стоит церемониться. У господина большое счастье. Я, нищий монах, этого не заслуживаю. Этот ваш поклон, господин. Настоятель, судьба моей дочери, тайна, которую нельзя раскрывать. Я, нищий монах, могу лишь сказать, что она бесценна. А, Ваше Величество, вас вызывает важное дело, бедный монах. Я первым войду во дворец и уничтожу святость. Большое спасибо, настоятель. Да, действительно. Моя судьба, судьба Цзинь Хуай Цзинь Ян, весьма ценна. Счастье должно уступить дорогу. Юнь-Нян, Мэмэ. Хочу с тобой посоветоваться. Наша Ча-Чао всего лишь один год. Так что давайте не открывать родовое святилище пока. Лучше подождем пару лет, когда поставим столбы, а потом откроем храм и будем проводить обряды. Мэмэ. Кому интересно твое родословие, Ло? Родословная Ло Цзя. Я пригласил Лу Цзинь Хуая. Этот парень весьма талантлив. В дружбе с ним нет ничего плохого. К тому же, мы, Ян Шу, имеем физический недостаток. Заводить знакомство с молодыми талантами всегда полезно. Я буду прислушиваться к вам, господин Хуэй. Только вот семья Лу Цзинь Хуая имеет очень дурную славу. Господин Хуэй, берегите свою репутацию. Чтобы не быть осужденным окружающими. Поняла. Выпей. Ай, не стоит. Еще по одной. Ах, Цзинь Хуай. Какой замечательный юноша. Просто красавец. Вы двое оставайтесь здесь. Подождите немного. Я отведу Цзинь Хуая во внешний двор поздороваться. Ваше сиятельство. Благодарю за помощь. Благодарю вас, ваше сиятельство, за напоминание. Пойдем, Цзинь Ян. Приветствую старшую принцессу. Старшая госпожа. Это, должно быть, старшая сестра Юнь? Сестра Юнь действительно очень величественна и благородна. Госпожа Пэй. Не стоит устанавливать родственные связи без необходимости. Я из семьи Сюй. Я дочери из основной ветви рода Сюй. Что ты так гордишься своей семьей Сюй? Твой мужчина. Любит меня. Гость всегда желанный. Ши Юнь. Не говори так жестоко. Мать, если бы не знала, подумала бы, что госпожа Пэй – это невестка вашей семьи. К тому же, Ши Юнь и не ошиблась. В нашем роду Сюй женщинам не позволено делать дурные дела. За это будут осуждать. Старуха, не смей обижать мою мать. Убью тебя. Убью. Что за невоспитанный ребенок? Совсем не похож на годовалого малыша. Каков батька, таков и сынка. Ведь он так сильно любит свою мать. И не может видеть, как ее обижают. Это всего лишь сыновняя любовь. Ваше Высочество, не сердитесь. Ладно, сегодня такой радостный день. Вы тоже мать. Не стоит обижать ребенка. Подойдите, госпожа. Госпожа, благоприятное время настало. Пойдем за кашей. Матушка, обними. Ох, иди сюда. Поднимись. Сегодня я, Ваше Высочество, тоже добавлю тебе родинку. Для веселья. Посмотри, какая понравится, то и бери. Нет золота, если взял, нужно отдать матери. Футбол или футбольный матч. Чернила и кисти – главные слова. Не люблю дурное предзнаменование. Хм, совершенно без стремления к совершенствованию. Этот предмет, как будто принадлежит Его Величеству. Этот прием связан с Его Величеством. Вау. Тогда я была неопытна, госпожа Пэй. И ошиблась, обвинив не того человека. Пожалуйста, не вините меня. Посмотрите, ваш старший сын такой успешный. Только вот неизвестно, когда он сможет вернуться в родной дом. Эх, жаль. Такой замечательный ребенок, и столько лет жил вне семьи. Госпожа Пэй, я говорю. Вы бы просто вышли замуж за него и стали бы наложницей в его доме. Это все же лучше, чем позволить родному сыну скитаться где попало. Мой Цзин Хуай – незаконно рожденный сын. А он – законно рожденный старший сын. Нелюбимый, вот кто чужой. Как вы на это смотрите, госпожа Хау? Деньги. Еще заработаем. Старушка Цзя-Цзя уходит первой. Пойду сменю одежду. Хм. Ай-яй, хей. Все, смотрите-ка. Какая-то наложница. Как она может быть такой дерзкой перед всеми этими благородными людьми? Хм. А, да. Герцог. Цзя-Цзя. Сегодня нельзя. Герцог, дверь между нами. Снаружи – главная супруга. А здесь – я. Разве это не более интересно и удобно? Герцог, вы меня больно задели. Моя стойкость к алкоголю. Уже не такая, как раньше. Надеюсь, сестра довольна. Пожалуйста, отведи ее домой. Сегодня гостей много. Спасибо за помощь. Пожалуйста, присмотри за сестрой. Она не очень хорошо переносит алкоголь. Пусть она вернется в двор. Матушка. Я буду хорошо присматривать за невесткой. Иди отдыхай. Ца-Ца, пойдем с матерью. Во дворе появилось три мужчины. Ча-Ча их не знает. Ох, они прячутся в спальне матушки. Негодяи. Они разделись. Что они задумали? В доме есть плохие люди. Мать узнает. Дунцзы, ты возьми младшую госпожу и поиграйте. Я отдохну, госпожа. Пойдем, поиграем. Пошли. Тетушка, тетушка. В дом вошел вор. Что, принцесса и все придворные дамы все еще во дворце? Если он войдет в покои благородной госпожи. Что тогда делать? Пойдем, поймаем вора. Поймать вора. Господинши, говорят, это зять. Нам нужно посмотреть. Нелепость. Здесь хозяйка, жена Хонцзина. Я все это время здесь дежурил. Как же могли появиться воры? Госпожа сейчас. Наложница бесцеремонно ворвалась к госпожа. Что за ерунда? Почему не разрешили обыск? Неужели в комнате невестки есть мужчина? Люди, идите, обыщите. Безопасность госпожи нужно обязательно гарантировать. В поисках проблем, настоящий интерес. Заходи. Заловка обидела выньи. Но лишь для того, чтобы схватить человека. Ээээ, выходи, выходи. Хм, нет. Старший брат разве не говорил, что в доме Сюи устроил трех мужчин? Где они сейчас? Приветствую госпожу. Их уже поймали. Уведите их. Прошу, господа. Встаньте и идите. Пойдемте. Раз уж в особняк забрались воры. Тогда нужно осмотреть все дворы. Только так можно успокоиться. Да, если не найти воришку. И при этом оскорбить старшую принцессу. Что же тогда делать? Да. Тогда слушайся, сестру. Хм. Он же выпил тот бокал с вином. Сейчас он выглядит так, словно ничего не случилось. Сюда пока не будем заходить. Хозяин отдыхает внутри. Он слишком много работает. Не надо. Мы уже пришли. Вдруг его ранят злодеи. Что же тогда будет с хозяином? Давайте все же посмотрим. Приоткроем дверь. Есть движение. Идите ловить вора. Пойду посмотрю. Не входите. Господин Ху, что происходит? Это же господин Ху. Эх, этот господин Ху, такой интересный. Смеет сделать, а признаться боится. Сегодня мы все это увидим. Какая же это должна быть небесная красавица? Чтобы заставить Маркиза сегодня, в такой день, на такое пойти? Ай, как больно. Маркиз. Даже вытащить не может. Не может вытащить, госпожа Пэй. Ух ты, какой напор. Дикарка, что тут скажешь? Как госпожа Пэй это вытащила? Как госпожа Пэй связана с Хуем? Хуй и госпожа ли, это чужие дела. Моя мать, не чужая. Мои родители, любящие супруги. Ты, плохая женщина. Что сказал отец? Хуй, мой отец. Я вовсе не незаконно рожденная. Я родная дочь Маркиза. Ах. Так вот почему дядя Пэй, племянник Маркиза. Значит, Луцзин Хуай и Луцзин Яаа, его родные дети. Вот почему Маркиз так продвигает Луцзин Гуя. Это же кровь Родул. Наглец. Оказывается, это Луцзин Гуя. Что происходит? Вчера все должны были поймать госпожу Сюй. Машаафан есть Машаафан. Машаафан и есть Машаафан. Если не начать лечение вовремя. Он умрет под этой женщиной. Такая ситуация, госпожа Мин. Я пойду к госпоже. Вот и вернулись. А. Скорее зови лекаря. Позови скорее лекаря. Что этот тип опять натворил? Уважаемые гости. Сегодняшнее происшествие стало неожиданностью. Прошу всех благородных господ не разглашать это дело. Старушка выражает свои почтения. Позвольте проводить вас. Прошу, следуйте за нами. Неужели вы не спешите вынести Цзинья? Здесь ли ему находиться? Сюйши пришла в себя. Она пришла в себя. Но только что несколько раз теряла сознание от слез. Боюсь, что она кажется никчемным. Почему ты так перепугался? Совсем неопытный. Цзятзяо терпела унижение 18 лет. Занимаясь внешними делами. Чего еще он хочет? Он занимает место законной жены. А его сын-инвалид занимает место придворного. Чего ему еще не хватает? Как доктор. Если действовать без раздумий. Боюсь, что господин умрет на месте. Старшая госпожа не зовет императорского врача? Господин погибнет. Позовите врача. Господин. Заткнись. Ты что, хочешь умереть от удушья? Сегодняшнее дело нельзя разглашать. Иначе будет плохо. Что за квадрат? Что за лошадь? Что за волосы? Что за лошадь? Сударня, я не знаю. Я действительно не знаю, хехе. О чем вы говорите? В конце концов, что за история? Дай мне хоть кусочек попробовать. Что такого благородного? Я не могу слушать. Папа, что значит и мои кратка и шэнь фэн? Эй, и мои краткая шэнь фэн, э, это глупо, дедушка. Мой отец тоже, и мои краткая шэнь фэн. Мои краткая шэнь фэн, э, это глупо. Ребенок, зачем ты это спрашиваешь? Вы помогите ему распространить эту информацию. Чжун Юн Хоу и внешние дела тут же сойдут с ума. Да. Дэньши. Начнем пересчитывать приданное. И все наши расходы после въезда во дворец. Найдем все расписки о купле-продаже. Госпожа, этот дом Маркиза был отремонтирован вами. Внутри все по-прежнему. Вся мебель, включая чайные чашки, куплены вами. Эта большая сосна снаружи тоже вы ее посадили. Боюсь, что только эти несколько стен принадлежат дому Хоу. Ваша светлость, вы правы. Этот дом Хоу на самом деле пуст и без всего. Хауцзе, что случилось? Эй, говори. Не мямли. Весь Пекин обсуждает, что? Что вы обсуждаете? Говорят, что в день праздника первого года дочери князь сразу же получат титул. Не смогут разлучить, все гости это увидели. Также говорят, что молодой господин Цзиньхуай, хоть и талантлив, все равно такой же грязный, как и дворцовый слуга. Эй, князь. Как вы, Лу Юан Цзэ? Эй, брат. Брат, я. Закрой рот. Как ты просил ее выйти замуж за тебя, когда это было? Ты забыл, что ты, проклятое существо, изменял? Ангел. Ради тебя я стала самостоятельной. Ради тебя я порвала отношения с моей семьей. А ты осмелился так с ней поступить? Как ты осмеливаешься его обижать? Отпусти, Юан Цзэ. Ты в порядке, сынок? Малый из семьи Сюй. Какой у тебя смелости? Посмел прийти в дом Хау и ранить человека? Если бы Сюй Ши Юнь чего-то стоил, Юан Цзэ не пришлось бы идти искать помощь. Что ты сказал? Повтори еще раз. Где моя сестра? Юнян? Где Юнян? Господин, ваша супруга вчера потеряла сознание от сильного гнева. Просим вас пройти в покои, слушающие ветер и луну. Быстро! Ведите меня. Подожди меня здесь. Ах, эти каменные плиты, на них тогда немало денег потратили. Подденьте их и унесите. Поддеваем колодец во внутреннем дворе и закапываем. Закапываем этот стол. Стулья и кровать из особняка. Кровать. Все, что нам не нужно. Все это уберем. Я представлял, как ты плачешь у меня на руках. И как я за тебя заступлюсь. Но я никак не ожидал увидеть тебя в таком боевом настроении. До такого состояния довели мою капризную сестренку. Лу Юн Цзэ, с тобой еще не рассчитались. Старший брат, старшая невестка. Как вы сюда попали? Если бы вы не пришли. Тебя уже почти полностью обманули. Хорошо, что ты еще не совсем глупый. Ты. Наконец-то все понял. Старшая невестка, не волнуйтесь. Я больше не буду глупым. Бывает и такое. Юнь-нян, дверь дома семьи Сюй всегда открыта для тебя. Мы навсегда останемся семьей. Спасибо, старший брат. Спасибо, старшая невестка. Юнь-нян, дело уже дошло до этого. Это я, Лу Юн Цзэ, виноват перед тобой. Я искренне тебя люблю. Просто не хочу причинять тебе бой. Поэтому и держал тебя все это время вне дома. Просто научу его. Из небогатой семьи. Он не годится в главные герои романа о знатном доме. Уже инвалид. А Чжен Юэ еще и глуповат. Даже в подметке Цин Хуайю не годится. Цин Хуай уважает тебя и почитает тебя. Обязательно будет считать тебя родной матерью. Если записать его на твое имя. Ты возьмешь на себя место наследника нашего дома. Хорошо? Юнь-нян, мы с тобой в браке уже 18 лет. Ты хоть раз меня спаси. Спаси наш дом. Хорошо? Наш дом не может остаться без преемника. Он всего лишь совершил ошибку, которую все мужчины на свете могут совершить. Он уже встал перед тобой на колени. Чего ты еще хочешь? Люди из рода Сюи должны быть довольны своей участью. Имущество нашего дома Хау не может быть передано в руки некомпетентного человека. Хорошо воспитывает Цин Хуайя. Он тебя не обидит. Винить можно только Аньшу, которому не хватило удачи. Матушка моя. Вся семья – мастера манипуляции. Неудивительно, что мою мать так тщательно промыли мозги. Бессовестный. На свадебном перу еще и яд подсыпал. Доложить о смене наследного принца. Давайте же будем жить дружно, как одна семья, хорошо? Жить дружно. Луи Цзе, как ты смеешь произносить эти слова? Я посвятил тебе всю свою жизнь. Родителей детей. Служить родителям. Порвать с родным домом. А ты? С одной стороны, просишь руки моей семьи из Цзиньмэнь. С другой стороны, имеешь свои дела на стороне. Лу Цзиньхуа и Ян Шу одного возраста. Как ты смеешь. Спасибо тебе. Мать, ты ударила хорошо. Если это может уничтожить твою ненависть, то бей меня. Бей сильно. Эти глаза у отца. Даже на собаку смотрят с трогательным видом. Мать, прошу, не верь ему. Лу Юан Цзе – это как раз тот, кто изображает добродетель. Я веду дела в доме. Я ухаживаю за старым. Я служу твоей матери. Я трудился каждую ночь. А ты, ты живешь на стороне с полным домом детей. Лу Цзиньхуан – незаметный внебрачный сын, и ты смеешь быть под моим именем. Лу Юан Цзе – ты должен быть разумным. Разумный. Сюй, ты тоже не посмотришься в зеркало. В нашем роду Лу нет места для законной жены. Только для разведенной. Даже при смене наследника, ты никогда не станешь моей законной женой. Это уже большая милость с моей стороны. Так уж и быть. Тогда и Лу Цзиньхуань не смеет мечтать войти. Осталось полгода до осени. И его позорное положение незаконно рожденного наследника навсегда останется тайной. Сюйши, ты посмеешь. А ты посмотри, посмею ли я? Юйнян, я тебя уважаю. И проявляю к тебе милость. Позволяю тебе стать законной матерью Цзиньхуая. Не будь неблагодарной. Цзиньхуай – гений. Он – любимый ученик ректор столичной академии Цзинхон. В будущем ему предстоит служить при дворе. Ты не посмеешь осквернить его. Лу Ю Цзе, ты обманул меня. В 18 лет ты никогда не относился ко мне искренне. Ты не достоин быть отцом четырем детям. Если хочешь, чтобы Цзиньхуай вошла в дом, то прикажи нам уйти. Название этой картины – письмо о разорванном сердце. Это касается не только наследного принца. А твое поведение – просто каприз. Ты не посмеешь сказать, что они не из рода Лу. Ты не посмеешь их забрать. Если хочешь уйти, убирайся один. Потомки рода Лу тебя не касаются. Хорошо, тогда вся наша семья сгниет в этом доме Маркиза. Юнь-нянь, перестань капризничать. С давних пор не было женщин, которые бы уходили с детьми после развода. Клан Хуа всегда писал книгу о разрыве родственных связей, и каждый элемент в ней имеет значение. Я даю вам три дня на размышления. Мама, папа! Иди сюда! Мама, не бей меня, я тебя люблю! М-м-м! Иди! Мама, как ты себя чувствуешь? У меня все хорошо. Просто неприятно слышать, как они вас унижают. Мне больно, мама. Чем больше они нас унижают и презирают, тем больше у нас надежды на освобождение. Это хорошо. Дядя Е прав. Чем больше он нас унижает, тем больше у нас шансов воссоединиться. Отец хочет, чтобы Луцзин Хуай прославил наш род. Чтобы он поддержал наш дом. Чтобы он сдал три государственных экзамена на высший бал. Чтобы он стал наставником наследного принца. Как смешно. Тогда давайте отберем все это у него. К счастью, мы скрыли от старшего брата информацию о его скором выздоровлении. У семьи Пэй есть скрытые связи в доме. Мы специально их оставили. Я думаю, что он уже должен знать, что наши родители скоро расстанутся. Теперь в первую очередь переживать не нам. Папа. Я следовала за ним в восемнадцать лет. Рожала ему детей. Теперь он хочет только забрать детей. Сюйши хочет уйти. Тогда не позволяйте ему уйти. Разве не лучше, если он заберет потомство? Никто не станет препятствием для моих детей. Лу Юаньцзе. Ты не посмеешь оставить меня. Мать. Мать. У тебя есть мы. Мы обязательно с блеском войдем в ворота дома Хау. Цюйхва, ты должна оправдать надежды матери. Мать ради вас двоих, ради братьев и сестер, терпела порицания и оскорбления от всего мира. У матери теперь ничего не осталось. Остались только вы. У Сюй четыре ребенка. Как же она могла относиться к вам как к родным детям? Матушка, все эти годы ты терпела из-за меня много обид. Я все знаю, матушка. Ты моя настоящая. Что значит смерть матери? Если ты не вернешься в особняк, то и я не вернусь к роду. Я обязательно буду усердно готовиться к экзаменам. Санюаньцзе принес тебе императорский указ о назначении на должность. Я заставлю эту Сюй смиренно лежать у моих ног. Моя хорошая девочка. У меня есть вы, мои дети, и я уже довольна. Вставайте. Братец и сестричка, мы посвящаем тебе стихотворение. Хорошо. Шум за спиной. Крик обезьяны. Берег чист, песок бел, птицы возвращаются. Бесконечная река Йенцзе течет. Я, ты действительно молодец. Прибыл Маркиз и зять. Пусть войдет. Маркиз. Дома зови меня старшим братом. Садитесь. Брат, недавно. Ты написал стих, который стал настоящим хитом. И привлек внимание множество людей. Некоторые даже говорят, что ты – настоящий талант нашего времени. Недавно даже его величество посмотрел. Этот стих. Многие коллеги спрашивают меня об этом. Брат, прости, что говорю прямо. Все это время Цзин Хуай носил имя внебрачного сына. И жил вне дома. Это было совсем неразумно. Чу Вэй вот-вот прибудет. Даже если старший брат не думает о Цзин Хуайе. Ему все же стоит подумать о нашем доме Маркизов. Это дело. Дело глупого человека. Еще один разгильдяй. И еще один избалованный ребенок. Кто из них сравнится с Цзин Хуаем и Цзин Яааа? Забрать так забрать. Разумная женщина. С несколькими непутевыми отпрысками. Какую хорошую жизнь они проживут? Наш дом Маркизов должен стремительно подняться. Они никогда не смогут насладиться нашим богатством. Лу Юань Цзэ, ты обещал трех тысяч лян серебра. Не хватает тысяч лян. Ты не забыл об этом. Ты с ума сошел? Как можно разводиться с таким хорошим мужем? Ты что, от хорошей жизни с ума сошел? Когда разведешься, вот тогда и пожалеешь. Мы, благородный дом Лу. Разве можем зависеть от одной женщины? Цзин Хуай превзошел тех негодяев. Третий дядя, хорошие дети, это хорошие дети. Просто ваш отец, он был глуп. Дэнши, Гээм. За это мы благодарны главе клана за визит. Это небольшой знак внимания от Юинян. Раз уже не решили уйти с компанией Сюй. Пусть идут. Старейшина, вы ведь еще не встречались с Цзин Хуаем, да? Цзин Хуай действительно талантливый человек. Ему гораздо больше повезло, чем Яньшу. Его сочинения расхваливают по всему Пекину. Здравствуйте, старейшина. Бабушка. Бабушка. Бабушкино сокровище. Наконец-то услышала, как вы зовете меня бабушкой. Наконец-то могу воспитывать вас, мои внуки, подли себя. Вставайте, вставайте скорее. Вот это невежливость. И не очень-то умный вид. Старейшина, все собрались? Начинаем. А, хорошо. Тогда начнем. Вы действительно хотите лишить его права наследования? Вы уверены, что хотите, чтобы он покинул поместье? Он, честный и порядочный человек, не сможет обеспечить вам счастливую жизнь. Отец недоволен тем, что Яншу парализован. Тогда сын перестанет вам мешать? Старший сын, Лю Яншу. В то время ему было 17 лет. Прославился. Второй сын, Лу Чжинюэ. В то время ему было 16 лет. Исключен из списка наследников. Третий сын, Лу Юанся. В то время ему было 8 лет. Исключен из списка наследников. Письмо о разрыве отношений. Письмо о разрыве отношений. Он все равно хочет написать письмо о разрыве отношений. Когда братья в будущем разбогатеют. А что, если он снова придет выпрашивать деньги? А что, если он снова будет кичиться своим отцовским авторитетом? Господин Хау, я говорил раньше. Что нужно придумать вымышленное имя. Чтобы разрыв отношений был обоснован. И это все необходимо. Теперь пора написать заявление о разрыве отношений. Неужели дошло до этого? Даже если вы разведетесь. Он все равно останется отцом ваших детей. Сестра Ши. Вам тоже нужно думать о детях. Думаю, Цзин Хуай, человек сочувствующий. Я бы тоже мог им помочь. Господин Хау, если это не так. Попросите сестру. И тогда это заявление о разрыве родственных связей не будет написано. Пиши. Разрывай родственные связи. Разрывай. Посмотрим, насколько у вас крепкие кости. Уходите из поместья Хау. Вы никто и ничто. Приложите отпечатки пальцев. Сын отправляется на службу, желая добиться успеха. Желаю отцу исполнения желаний. Власти. Отнеси разводные документы в уездный магистрат. И мое преданное. Достойный дом Маркиза. Не станет же он присваивать преданное своей невестке. Кому твое преданное? Бери. Сколько хочешь. Старушка права. Раз уж мы расстались. То и разделимся начисто. Вот что значит быть честным и благородным. В нашем доме ценят честь и гордость. Как можно говорить о разделе имущества? Раз уж мы развелись. То лучше поскорее съезжайте из особняка. Сегодня нам еще нужно внести изменения в родословную. То, что не принадлежит тебе. Ничего не берите с собой. Дэн Чжи проверяет счета. Вся мебель во дворце куплена госпожой. Ее нельзя оставлять. Несколько человек должны пойти в Дэшантан и вынести мебель. Искусственное озеро тоже построено на деньги госпожи. Да. Все каменные плиты во дворе вздобились. Каждый камень здесь важнее их. Да. Когда мы вошли в этот двор. Все эти черепицы были отремонтированы за ваши деньги. Можно ли взять эти черепицы? Они просто разобьются. Что скажет госпожа? Слышали? Все разбито. Да. Берегись, матушка. Матушка. Родословная уже закончена. Пойдем посмотрим. А вдруг эта Сьюи унесет вещи из дома Маркиза? Что тогда делать? Нельзя позволять ей уйти с выгодой для себя. А? А? Что здесь происходит? Что сделала эта злая женщина Сьюи Ши Юнь с моим домом? Сьюи Ши Я. Ты шлюха. С привязанными подлецами и лисами. Посмотрим, как ты будешь жить. Я, знатная госпожа из дома Хау, непременно тебя сокрушу. Ты будешь вечно об этом жалеть. И никогда не найдешь покоя. А? Люди. Старая госпожа упала в обморок. Люди. Идем, идем, я хочу посмотреть. Какую вы будете жить жизнь без меня? Без дома Хау, родосюй. Дом пуст, стены голы. Действительно, всего лишь несколько обветшалых стен. Ахахаха. Эй, разошлись, разошлись. Отец, все зависит от Цзинхуана. Позор сегодняшнего дня. Цзинхуан запомнит это на всю жизнь. Цзинхуан обязательно постарается и сдаст экзамен на высший бал. Прославить отца. И прославить дом Хау. Да, отец, и тебя тоже. Завтра я доложу императору. О назначении другого наследника. Все эти годы ты скитался. Тебе пришлось много пережить. Отец давно должен был тебя забрать. А дядя Лу, парализованный. Все это время зря занимал место в доме Маркиза. В доме сначала нужно все прибрать. Я пойду в канцелярию. Возьму тебе немного денег. Угу. Хауянь продала два магазина, как вы и просили. Но вам срочно нужны были деньги. Поэтому не удалось продать по хорошей цене. Продали всего лишь за 6 тысяч лянов. Два магазина продали всего за 6 тысяч лянов. Госпожа Хауянь, вам срочно нужны деньги. Поэтому и продали не по хорошей цене. Это еще потому, что магазины были в хорошем состоянии. Если бы не 3 тысячи лянов на ремонт усадьбы Хау. Осталось бы 3 тысячи лянов. На которые можно купить немного мебели. Давайте временно заселимся. Это же господин Сун, управляющий. Видел господина. Ваш покорный слуга. Управляющий из четырехстороннего обменного пункта. Господин был здесь в прошлом месяце. Из четырехстороннего обменного пункта, да? Садитесь, господин Сун. Ха-ха, господин, ваш покорный слуга не будет сидеть. Я всего лишь выполняю поручения господина. Это моя прямая обязанность. Я должен лично сходить. Граф позаимствовал в прошлом месяце 90 тысяч лянов. Сейчас долг вырос до 99 тысяч. Вчера исполнился месяц. Поэтому сегодня у вас, надеюсь, найдутся свободные средства? А, 99 тысяч. Всего лишь за месяц прибавилось. 9 тысяч лянов. Господин Хау, вы ведь брали взаймы серебром. Проценты на проценты, так оно и есть. Так что, господин Хау, удобно ли вам? Через 10 дней. Через 10 дней я вам доставлю. Хорошо. Тогда я пойду и отчитаюсь. Но за последующие дни проценты все равно будут начисляться. Угу. Это проклятая семья Сюй. Ах, госпожа. Все это Хау и Ган поручил людям вернуть. Разбили, а теперь требует денег на покупку. Почему на счетах только 600 лянов серебра? Неужели в этом огромном доме всего 600 лян серебра? Говори. Это дело рук семьи Сюй? Это дело рук семьи Сюй? Неужели семья Сюй украла серебро из дома? В доме всегда было мало чая. Три лавки, это все благодаря усилиям госпожи. И еще один столб. В году только несколько дней, когда лето проходит. Герцог получает 200 с лишним ли в год. У Чао Юни вообще нет денег. Все деньги у жены торговца. Притворяюсь, что не слышу. Я тебя убью. Все меня обманывают, все меня обманывают. Завтра снова буду давать обещания. Серебра примерно 160 лянов. Ах, госпожа, госпожа. Хорошо. С тех пор, как ты вошла в дом Маркиза. Ты все время избегаешь меня. Как же. Ты действительно влюбилась в луч Жене? Он что, настолько хорош? Письма не отвечает. Увидев меня, сразу убегает. Суть Жицын, не забудь, ты моя женщина. Лучше Жене вот так. Чтобы ты по-настоящему полюбил ее. Негодяй. Разве ты не знаешь, что я твоя? Негодяй. Что ты сделал с моей матерью? Она твоя мать? Что ты с ней сделал? Черт. Так сильно играешь. Девица. Отец и сын. Это он. Что ты говоришь? Ты, скотина. Посмотрим, как я тебя сегодня не убью. Я, я сегодня тебя убью. Я убью тебя, вождь. Что случилось? Что такого натворил Циньхуай? Это все твоя вина. Спроси его. Что он сделал со своей наложницей? Наложница, да. Я лично проверял родословную. Лю Юаньцзе, его законная жена. Если незаконная жена, то кто же она такая? ХМФ. Ты, мерзавка. А? Мой живот. Что ты делаешь? Как насчет 9000? У меня болит живот. Быстро зови доктора Юаньцзе. Мать Юаньцзе, это девушка интеллигентка. Наш спаситель в январе. После возвращения в особняк Хау. И я, и Юаньцзе считали ее очень заботливой. Однажды. Мать, подойдите скорее, посмотрите. Похоже, это выкидыш. Уйдя, Чжи Цинь. Ошибка, ошибка. Все неправильно, суть Жи Цинь. Его я послал, чтобы разобраться с сыном Сюр. Не для того, чтобы он его соблазнял. Лу Юаньцзе не для того, чтобы он со мной разбирался. Эх. Госпожа беременна уже более двух месяцев. Но, дитя. Мой ребенок. Госпожа еще молода. В будущем у вас еще будут дети. Эта беременность и так была нестабильной. Госпожа перетрудилась. Произошел выкидыш. Хорошо ухаживай. Еще забеременеешь. Больше никогда не забеременеешь. Лу Юаньцзе отравился. Императрица сразу же станет бесплодной. Интеллигент, не бойся, я с тобой. Господин. Иди в усыпальницу и стой на коленях. Ах. Император назначил незаконно рожденного сына Чжун Юн Хоу наследником. Возвысив внебрачного сына до статуса наследника. Это само по себе противоречит правилам. А тем более, этот юноша неуважителен к старшим. Пренебрегает моралью и этикетом. И даже вступил в неподобающие отношения с наложницей. С таким поведением, как он может нести ответственность за наследника дома Хоу, эти старики, пока сами себя не импичат, действительно наслаждаются жизнью. Вчера специально велел донести это до их ушей. Не зря. Хорошо, хорошо. Чжун Юн Хоу плохо воспитал свою семью. Позоря город Лун Чен. И дал клятву, что его сын не раскается. Хм, твоя тактика оправдана. Мне больше не нужно скрывать. Ваше Величество, после наводнения народ голодает. Много пострадавших. Ситуация выходит из-под контроля. К счастью, молодая девушка из семьи Лу, Чжоу Лян. 76 тысяч дан риса, это крайне необходимо. К счастью. К счастью. К счастью. Ее следует наградить. Когда дети, собравшие средства для помощи пострадавшим от бедствий, должны быть награждены. Луч Жа Чао должен быть награжден еще больше. Ваше Величество, Ваше Величество, наследие мудрости семьи Лу. Луч Жа Чао обманом получила новогодние деньги и потратила их на закупку продовольствия. Все получилось. Ждите награды. Без моего согласия они используют мои деньги, а теперь требуют, чтобы я их вернул. Поздравляю, господин Хао. Это поздравление для Маркиза. Его дочь, будучи годовалой, случайно спасла бесчисленное множество людей. Его Величество не может наградить младенца. Боюсь, что Маркизу придется повысить в должности. И повысить в титуле. Маркиз, вам так повезло. Ха-ха-ха. Эх, мой, мой род, все правильно, все правильно. Это неслыханное богатство. Не из дома, Хао. Ха-ха-ха, жаль. Ха-ха-ха, ка-си лоу. Чен Юлян. Подлый человек. Мадам, мымэ, почему ты вдруг вспомнила о храме Лунья? После Нового года Яншу будет уже девятнадцати. Ему пора жениться. Семья Цзян унижала его. Мне его так жаль. Хочу найти ему хорошую партию. Разозлю их. Да, попрошу Юэла о покровительстве. Покровительствуй, чтобы мой Чиэр поскорее встретил свою любовь. И поскорее женился. Юэла, я обязательно принесу тебе щедрые подношения. Увы, родительское сердце повсюду одно и то же. А? Я еще не добрался до дня рождения, Яншу. Жена будет счастлива. Также желаю вам вскоре осуществить ваше желание. Помогите. Есть кто-нибудь? Что за звук? М-м-м. Там кто-то ранен. Ах. Пойдем посмотрим. Кто-то ранен. Угу. Госпожа. Ой. Спасибо за спасение. Госпожа, мастер боевых искусств Чжанга. Обязательно щедро вознагражу. Ой, да это же мать генерала Жуна. Моя мать, светлая луна для Жунчи. Он все никак не женится. Тоже потому, что не может забыть мою мать. Я, светлая луна для Жунчи. Сходите в особняк, князя Чжан. За спасение жизни мы должны выразить благодарность. Нет, не нужно. Не отказывайте же. Посмотрите. Я прошу о счастливом браке. Ногу подвернул А. Старший господин узнает и опять рассердится. Если бы только удалось. Да хоть бы ногу сломал А. Даже если бы я разбился, лазь, насмерть. Я был А, брат А. Даже после смерти он сможет улыбаться в могиле. Эх. Он еще смеет сердиться. Не отдать его в другой дом зятям, это мой последний рубеж. Эх, юньер. Скажи, почему моя жизнь такая горькая? Мой непутевый сын. Ему уже за 30. И не женится. Я смотрю на него. Наверняка, имя ему не подходит. Надо, чтобы пара была. Чтобы идеальная пара была. Эй, ты скажи, может, ему имя поменять на Жун Шуан Шуан? Мой сын. Просто грубый, нескладный мужик. Посмотри на него. Не бойся. Он не такой, как другие. Не любит наряжаться и выставляться на показ. Его в прошлый раз послали в деревню. Посмотри, как он вышел из казармы. В серой, простой одежде и отправился. Эх, я. Действительно хорошо с тобой пообщалась. Генеральша, старая госпожа, получила ранение в горах. Ее спасли. Просят вас пойти и поблагодарить. Мать сильно пострадала. Старая госпожа не получила серьезных повреждений. Только повреждения и берцовой кости. Через полмесяца поправится. Спасительницей оказалась жена Чжун Юн Хоу. Потом они развелись. Теперь она открыла собственное дело. Генерал, возьмите в жены госпожу Сюй. Кто же самая младшая дочь старого наставника Сюй? И еще какой-то аромат. Павлин распустил хвост. Это все еще наш генерал? Разве генерал не терпеть не может одежды ученых? Судьба нас свела. Если я тебя искренне спасу. Если ты не будешь против. Старший брат признает тебя своей младшей сестрой. Мы будем с сестрами. Отец и мать. Шуй-шуй. Скорей, скорей. Мать нашла тебе молодую тетушку. Рад, а? Удивлен, а? Мама, тебе все равно, умру я или нет. Мне не нужно жениться. Просто найти молодую тетушку, это прекрасно. Ой, какой это аромат. Как же это сильно бьет в нос. Что ты сегодня такой вырядился? Ха-ха-ха. Умираю со смеху. Возлюбленный обманывает тетю. Павлин распустил хвост. Чувак, ты прямо одухотворился. Эй. Матушка. В вашем возрасте. Какие сестры? Девушка ведь еще молодая. Вы можете часто приглашать ее к себе домой. Но если это так, тогда ладно. Но если у вас будет время, обязательно приходите ко мне в гости. Оставайтесь на обед. Позвольте нам всей семьей поблагодарить вас. Да, да. Да. День рождения бабушки. Поздравляю, поздравляю, поздравляю. Я пришел за своими старыми книгами. Зин Хуай, говорят, твой старший брат будет участвовать в императорских экзаменах. Мой старший брат прикован к постели уже 10 лет. Видимо, это всего лишь слухи. Дядя Лю, ты, инвалид, зачем тебе участие в императорских экзаменах? Он все время мечтает стать первым в экзаменах. Он даже во сне не может выбраться из инвалидного кресла. Да, ха-ха-ха. Так ты встань с этого кресла. Если ты встанешь, я буду есть дерьмо вверх ногами. Встань. 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 Да, встань же ты. Встань же. Смотри, он, 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 он. Растяпа, он, он встал. 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 Господин Чжан, помните о своем обещании. А ты помнишь, как обещал есть кал стоя на голове? Хе-хе-хе-хе. Это. У господина Хау двойная радость. Его парализованный на 10 лет сын собирается встать на ноги. Да, какая удача. Крот уже исключен из родословной. Ты разорвал со мной отношения. Мать, все в порядке. Я просто иду на экзамен в Кангуань. Я не уезжаю далеко. Мать, я просто рада за тебя. Мой сын Яншу наконец-то дождался этого дня. Мать, ты просто жди моих хороших новостей. Я точно вернусь с дипломом. Мама, я верю тебе. Старший брат, скорее, скорее. После подарка загадай желание. Жа-жа, старший брат идет на экзамен. Я не приготовил тебе подарок. Подождешь, пока я вернусь, хорошо? После подарка загадай желание. Скорее, скорее, загадай желание. Пусть будет честно. Могу я попросить тебя сорвать цветы и отнести их мне? Мэ-мэ. Вот, отнеси их Чжао-Чжао. Пусть Чжао-Чжао принесет мне удачу. Люди будут защищать тебя. Е-е-е, старший брат, благослови меня. Хорошо, давайте отправляться. Держи. Пришел ли уже курьер с радостной вестью? Еще не прибыл, госпожа. Красные конверты для награды готовы? Готовы. Старший господин обязательно будет в списке. Позже с вознаграждением не стоит скупиться. Угу. Матушка, петарды у ворот готовы? Готово. А где Цзин Хуайгэн? Госпожа, госпожа. Чиновник, несущий радостную весть, идет сюда. Боже, храни. Боже, храни. Цзин Хуай наконец-то прославил свой род. Ха-ха-ха. Пойдем. Давайте подойдем к главному входу. Хорошо. Будь осторожен. Конечно, извините, кто принес радостную весть. Это я, Юань, поздравляю господина Лу с первым местом на экзаменах. Мой сын, Юань, получил первое место. Мама. Цзин Хуайчжун, Юань. Попал, попал. Цзин Хуай попал. Быстро. Быстро стреляй. Быстро стреляй. Посмотри, как это празднично. ГОСПОДИН ХОРОШО ХОРОШО Поздравляю, поздравляю, поздравляю. А где же молодой господин Лу? Он еще не вернулся в резиденцию. Поздравляю ваше поместье. Молодой господин Лу Яншу стал победителем в экзаменах в округе и теперь все дальше от нас. Ты говоришь, кто выиграл? Дай мне услышать это еще раз. В конце концов, кто выиграл? Лу Яншу, господин Лу. Это Лу Яншу, господин Лу. Неверно, неверно. Все неверно. Схожу с ума. Мать, неверно, неверно. Лу Юань сказал, что он был старшим сыном в доме Хау. Но позже был изгнан из дома Хау. Теперь она живет в другой переулке. Твоя мать, старая госпожа. А где моя дочь Цзиньхуан? Госпожа Хау, мы объявляем только первых троих. Молодой господин Цзиньхуай не вошел в тройку, извините. Как это возможно? Как это возможно? Госпожа. Старая госпожа. Господин, господин, господин. Последний. Что вы говорите? Поздравляю, госпожа. Старший сын вашего почтенного дома завоевал желанный приз. Госпожа, после черной полосы наступает белая. В будущем вам предстоит наслаждаться бесконечным благополучием. Спасибо за ваши усилия. Если честно, все из-за того, что я встретил одного ребенка на дороге. Если господин Лу, старший сын дома Хау, значит, он имеет право на титул Хау. Да. Пойдем. Вот и заблудились. Ошибся. Радость. Это Чжао Чжао. Этот парень действительно озорной. Жена уходит. Пойдем. Как здорово. Брат Юй, выпьем за это. Хозяин, хозяин. Хорошие новости. Господин получил Цзянь Юань. Ой, что ты говоришь? Господин получил Цзянь Юань. Ох, мой Цзин Хуай. Сынок мой. Воистину, хороший сын Симилу. Ха-ха, поздравляю, господин Хуэй. У господина есть преемник. Я ведь не обманывал тебя. Эй, этот парень даже не знает, как идти по малой дорожке. Он только и может, что читать трехсловные стихи. Я же говорил, что однажды у него все получится. Ах, нет, ошибся. Речь о наследнике господина из передней линии. А не о нынешнем. Это Лу Яньшу. Господин получил благословение судьбы. Что ты говоришь? Лу Яньшу, которого ты выгнал из дома и лишил права на наследство, тот самый. Хозяин. 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 Не спешите. Лу Яньшу тоже ваш сын. И тоже крови дома Хау. Какой бред ты несешь? Ты выяснил ситуацию. Сообщи только о господине Хау. А где молодой господин? Молодой господин вышел рано утром. Он еще не вернулся. Ешь медленнее. Я буду наблюдать. Показывать дорогу тоже утомительно. Тогда ешьте побольше. Как вам вино, господина Лу? Только что узнал. Угадал неправильно. Сичжен рассордился. Соседнему тоже следует позволить Лу Яньцза взглянуть. Идите. Это его высочество. Вы это едите. Сучжицы, этот ребенок, которого ты носила, он вообще мой отец или мой? Ты лучше всех знаешь тело моего отца. Как он мог завести ребенка? Ты что вообще замышляешь? Все, кто предавал сучжицы, не кончали хорошо. Как ты осмеливаешься? Я сам не знаю. Меня просто подставили. Но я не осмеливаюсь. Как он может сравниться с тобой? Ты обладаешь выдающимися способностями. Как я могу любить его? Правда. Я никогда не любила его искренне. Что я могла от него получить? Только его старость. Или из-за его старческого вида. Или из-за того, что он не женат. Я хочу посмотреть, кто этот любовник. Мой господин. Мой господин. Я невиновна. Мой господин. Это Лу Цзиньхуай заставил меня. Ты опозорила моего господина и моего сына Цзиньхуая. Если бы ты не соблазнила Цзиньхуая. Цзиньхуай может полюбить такую. Как ты, увядшую цветущую розу? Отец, это он сам выбрал, Хайер. Он говорит, что отец не годится. Он не выносит одиночества. Отец, ты должен верить в Хайера. Фу, на самом деле это ты его защищаешь. Ты должен быть с ним. На самом деле это вы с матерью устроили, чтобы Лю Цзиньюи упала в пропасть. Вы еще просите меня спасти его. Молчите уже. На пороге смерти, а он все еще лает наугад. Кто-нибудь, заткните ему рот. Вывести и казнить. Господин, господин, господин. Спасите меня. Господин, господин. Спаси меня. Я знаю, что был неправ, господин Хау. Почему ты не дал мне последней встречи? Я бросил законную жену ради другой. Бросил тебя, свою законную дочь. Все это было лишь для того, чтобы дать тебе законный статус. Почему ты получил последнюю оценку? Почему ты ищешь свою наложницу? Лели из Цзинхуа, должно быть, кто-то подставил. Ты в себя не садил. Да. Подставили тебя, этого бесстыжего, продажного подонка. Твоя связь с иностранцами. Какой от тебя может быть хороший ребенок? Возможно, его воспитали достойно, и он честный и благородный. А ты? Ты все время слоняешься без дела. Бездельник. И все врешь. Прямо как ты. Хм. В сравнении со мной действительно смешно. Лу Юй Цзе, теперь ты начинаешь перекладывать ответственность. Это ты воспитал его 18 лет, как чужого человека. Это ты хотел насладиться плодами чужого труда. Почему теперь жалеешь? Только жаль. Твой ученик и его ребенок больше не захотят тебя видеть. Ха-ха-ха-ха-ха. Убью тебя. Убью тебя. Убью тебя. Почему ты получил последнюю оценку? Драться. Почему ты перестал драться? Убей его. Заставить тебя снова использовать наследника герцогского дома. Бей же. У тебя сейчас только один сын. Ты его убьешь. Даже проводить его в последний путь будет некому. Бей же. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Лу Цзинь Хуай. Почему ты занял последнее место? Я знаю, почему он занял последнее место. Когда-то я была служанкой, которая готовила чернила в покоях господина Яньшу. Тогда с господином Яньшу произошел несчастный случай. При виде книг он приходил в ярость. Госпожа Цан велела мне сжечь все книги. Тогда пришла моя госпожа. Опять забрали рукопись. Несколько дней назад Я случайно увидела рукопись господина Яньшу в комнате господина Цзинь Хуая. Не говорите, что я списывала. Полная чепуха. Как я могла бы списывать Улу Яншу? Он жадный. Он жадный. Я не списывал у него. Несколько лет назад ты говорил, что восхищаешься талантом Яншу. Ты просил меня одолжить тебе эти книги. Неужели? Неужели ты? Граф. Золото, быстрее. Граф. Ты действительно списал статью Яншу. Ты украл талант Яншу. И сдал экзамен на Сюцай. Твоя слава гения, все украденное. Все это ты знаешь. Или все, все ты знаешь, да? За что ты винишь мою мать? Это ты заставил мою мать сделать это плохое дело. Заставляя его день за днем ждать, пока ты разведешься. А ты? С тех пор, как Лу Яншу. Лу Яншу родился. В твоих глазах был только он. Ты хвалила его за эрудицию и таланты. И только упрекала меня за то, что я ни в чем не сравнюсь с ним. Он – Лу Яншу. На каком основании? Я ненавижу. Лю Аньшу. Каждый день я молюсь небесам. Чтобы Лю Яншу умер. И что же я вымолила? Восьмилетнего и маленького триумфатора. Даже небо мне не помогает. Тогда я добьюсь, чтобы он умер на пике своей славы. Так ты сможешь причинить ему глубокую боль. Жаль, у него крепкое тело, судьба у него благосклонная. Он парализован, но все равно смог встать. Что ты сказал? Ты столкнул его в озеро с мечом? Отец, ха-ха-ха, Феникс. Ты – злодей. Ты должен умереть, ты должен умереть. Почему я родила такого негодяя? Да разве я не научилась этому у тебя? Отец. Ты обманул знатную девушку из знатного рода, промыл ей мозги. И заставил ее служить тебе. А еще ты использовал ее преданное, чтобы содержать любовницу. И даже хочешь отдать Зинья на воспитание в семью Сюй. Чтобы она подставила семью Сюй. Погубил семью Сюй. Отец. Что касается жестокости и яда. Сыну еще учиться и учиться у тебя. Я убью тебя. Все это я делал ради тебя. Почему ты так поступаешь со мной? Почему ты губишь мое счастье? Ты сошла с ума. Ты хочешь убить своего родного сына. Он с детства учился убивать. Он погубил мой дом. Иисус был гением. Ты и на долю его не тянешь. Но ради тебя я выгнала их всех из дома. Ты сама нечиста на руку. И что тут моего сына? Лу Ян Цзу, у тебя теперь нет потомков. Остался только Цзиньхуан, твой единственный родной сын. У меня есть Ян Шу. И Чжинь Юэ. И Юан Сиа, и Чжа Чжао. Так было в прошлой жизни. И сейчас так? Прерваны родословные книги и любовные письма. Хочешь, я покажу тебе все по порядку? Генерал Ронг. Хау Ло. Слышал, что у Хау есть проблемы со здоровьем. Я знаю несколько врачей, которые хорошо лечат мужские болезни. Не хотите? Я вас с ними познакомлю. Хау не стоит пытаться подкупать людей. Болезнь нужно лечить. Почему мне кажется, что генерал Лонг настроен ко мне враждебно? Слухи о болезни генерала Алуна, всего лишь сплетни. У меня, Лю, нет болезни. Нет болезни. Раз нет болезни, то почему ты поручил своему сыну заботиться о твоей женщине? А, да. Этот мужчина не может, не способен. Это болезнь. Надо лечиться. Эй. Ты сказал, что вылечишь. Это он, это он. Чего смотришь? Чего смотришь? Есть подходящий человек. Не подходит. Нет такой возможности. Сынок, объясни все. Ты в последнее время ведешь себя очень странно. От тебя так резко пахнет. Для кого ты тут выпендриваешься? Нет матери. Перестаньте придумывать. Тогда почему ты так враждебно относишься к Чжун Юн Хоу? И что тогда с твоей подругой 18 лет назад? Раз ты не объясняешь. Тогда завтра я познакомлю Юн Нянь с несколькими хорошими юношами. Юн Нянь такая заботливая девочка. Эх, жаль, что у некоторых нет такой удачи. МГМ. Матушка, ваш сын влюблен. В Юн Нянь, вы не должны представлять ему других мужчин. 18 лет назад, когда ты носил фамилию Юэ, ее тоже звали Юн Нянь. МГМ. Ты да ты. Совсем как твой отец. Из тебя слова не вытянешь. Жена уже ушла к другому. Бесполезный ты. Если бы ты хоть что-нибудь сказал, я бы пошла в семью Сюй и разузнала все для тебя. Прошу, матушка, заступись за меня. Теперь у нее двое детей. Красивая и очаровательная. Деньги есть. В доме она хозяйка. И ей не нужно заботиться о свекрови и тесте. Какая замечательная жизнь. Если у тебя нет искреннего намерения. Зачем ей снова выходить замуж? Зачем лезть в огонь? Эх. Матушка, а что же мне делать? Хм. Да, это холостяк. Более 30 лет. Ты не посрамила ли память предков? С сегодняшнего дня. Ты больше не будешь жить дома. Иди к Юйнян и другим. Что, я? Иди же скорее. У тебя еще есть несколько 18-летий. Я тебе советую. Эти чувства, лучшие приданные для мужчины. Да, если Юйнян согласен. Мы все будем рады, если ты выйдешь в нашу семью. Ха-ха-ха, прямо сейчас. Быстро уходи из дома. Мать. Ты трудилась на благо семьи Хау 18 лет. И тебя обижают. Подставили. Меня никогда не любили по-настоящему. Ты заслуживаешь лучшего. Я думаю, что генерал Жунг – хороший вариант. Мать не оставит вас. Не оставит этот дом. Сейчас мы живем очень хорошо. Мать очень довольна. Генерал Нианжун купил дом по соседству. И живет здесь уже некоторое время. В его взгляде на мать есть любовь. Сын это видит. Мать, независимо от того, будешь ли ты дома. Сын всегда тебя поддержит. Сын просто боится, что ты будешь беспокоиться о нас, о своих четверых детях. И упустишь свое счастье. Мать счастлива, что вы у нее есть. Мать не торопится. Не спешите, понаблюдайте. Хорошо, генерал Жунг, не бойтесь опоздать. Эй, хе-хе. Отец, мать, старший брат. Генерал Жунг. Эй-ей. Генерал Жунг как раз ехал по пути. И подвез меня с Чао Чао домой. Ай-яй-яй. Мой маленький картошечка вернулся. Подходи, пусть мама Хуайцзы обнимет тебя. Бабушка так скучала по тебе, что не могла даже поесть. Ай-яй-яй. Моя сердечная любимка. Я сейчас прикажу кому-нибудь немедленно приготовить для тебя что-нибудь вкусное. Ха-ха-ха. Бабушка действительно хорошая. Генерал Ронг, не возражаете, если я пойду с вами в сад выпить чаю? Юнь-нян, я могу пойти? Зачем ты спрашиваешь меня? Если хочешь, иди. Ноги то твои. Ха-ха, ладно. Иди сюда. Ты что, пуховый генерал? Он хочет быть моим отцом. Занят, бред. Дочь никогда не думала снова выходить замуж. Он сказал, что придет ко мне домой свататься. Ай-яй. Эй, ты. Не живи все время в прошлом. Ты воспитываешь детей одна. Тебе больно за детей. А вот генерал Жун согласился прийти. Эти супруги Чжэн Го тоже. Хорошие люди. Просто этому Жуну Чжа уже за 30, а он все еще холост. Может, у него какие-нибудь скрытые болезни. А-а-а. Эй. Даже трех придворных врачей пригласил для обследования. Это хорошо, фигура у него отличная. Этот Жун Чжа лучше, чем тот Лу Юаньце. Полный серьезности, даже готов приехать сам. Тогда давайте продолжим общаться. Давайте хорошенько развивать наши отношения. Ха-ха. Сю Фу Жэнь, Сю Фу Жэнь. Поздравляю, поздравляю. Его Величество послал меня встретить мисс Чжао в дворец. Она уже записана в желтый список. Спасибо вам, дворецкий, за хлопоты. Сю, я прямо скажу тебе. Чжао Чжао обладает способностями, отличающимися от обычных людей. Я хочу защитить ее. Тогда она лучше всего будет принцессой Северного Чжао. Я дам тебе два выбора. Первый, я возьму тебя в жены. И Чжао Чжао будет по праву принцессой. Второй. Ты убедишь Чжао Чжао согласиться. Я признаю ее своей дочерью. Отец Шэнь, второй сын. Принцесса Чжао Ян, пожалуйста. Матушка, я скоро вернусь. Помедленнее. Ха. Беда. Произошло несчастье. Из дома старой госпожи пришло известие о смерти. Говорят, что старшая сестра умерла. Что? Ваньи. Старая госпожа Ваньи, старая госпожа, старая госпожа, старая госпожа, старая госпожа. Доктор, как моя мать? Старая госпожа. Не выдержала удара. Инсульт. Боюсь, она будет прикована к постели. Несколько лет назад у старой госпожи уже были признаки инсульта. Эта госпожа все и все это время заботилась о старой госпоже. И ее состояние уже начало улучшаться. Но сейчас... А где госпожа? Почему она не пришла навстречу? Госпожа, она. Что с ней? Она. Я схожу, посмотрю. Все-таки ты молодец, Зят-Зяо. Люи Цзяо выгнал из дома родного сына и дочь. Чтобы мы вместе воспитывали детей. Ха-ха-ха-ха. Так это ты. Ты, эта бесстыжая, недостойная женщина. Обманывала меня 18 лет. Из-за тебя я все потерял. Все умрите. Разойдитесь. Разойдитесь. Уступите дорогу. Уступите. Эй-эй-эй. Тот юноша. Первый стипендиат Санюань Циди. А тот в синем антии. Молодой генерал. Братья принцессы Чайян. Быстрее, быстрее. Дядя Юань, первый месяц. Отец, ты ошибся. Ты сказал, что у них тут ученый. Ученый и генерал. Генерал, давай поднимем настроение. Отец, ты ошибся. Молод и успешен. Отец, ты ошибся. Слушаю тебя. Да, ты волнуешься за нашу дочь? Да, ничего. Мои родители любят Чжао Чжоу, как зеницу Гука. Он же во дворце. Наверняка живет очень комфортно. Я думаю о Чжоу Чжоу. Но я думаю о словах, которые сказала Чжоу Чжоу. Что он сказал? Поверил не в того человека. Чтобы встретить того, кто лучше. Он сказал... Он сказал... head till брак. c'era Продолжение следует...